Продолжение следует... В течение двух дней в этом прекрасном зале главной библиотеки страны, российской государственной библиотеки, представители крупнейших библиотек стран-содружества независимых государств будут делиться успешными практиками проектов и ресурсов, направленных на сохранение исторической памяти о роли народов стран-содружества в победе над фашизмом и на раскрытие фондов, хранящих свидетельства военных лет. Слово для приветствия хочу передать хозяину нашей площадки, генеральному директору Российской государственной библиотеки, базовой организации государств-участников Содружества независимых государств по сотрудничеству в области библиотечного дела, президенту библиотечной ассамблеи Евразии Вадиму Валерьевичу Дуде. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне так приятно обратиться к вам. Именно так, уважаемые коллеги, дорогие друзья, я искренне рад приветствовать всех в стенах Ленинге. Мне очень приятно увидеть наших молодых коллег из стран СНГ. Все хорошо, кадры получаются, не надо сместиться. Вот видите, как важно тут же сделать, запечатлеться, да, вот этот документально, этот исторический момент. Вот мы сейчас к этому еще вернемся, к этой важности. Мне очень приятно, что много наших молодых коллег и из России, и из городов нашей страны, и, конечно же, из страны СНГ. Я думаю, что крайне важная тема, о которой мы говорим, сохранение исторической памяти. Я думаю, что это одна из основ для будущего процветания библиотек. Важнейшая миссия библиотек — сохранять историческую память. Это бесконечное обсуждение на тему верификации, что является достоверным документом, что не является достоверным документом. Я стою на такой позиции, что главная позиция библиотек и библиотекарей — обеспечить фиксацию документального среза эпохи. Вот наша верификация в основном состоит в том, что мы гарантируем, что именно в этот день, именно в эту часть, был опубликован такой-то документ. То, что касается фактов, конечно, мы тоже должны в этом разбираться, должны помогать, но главное — мы должны зафиксировать некий исторический срез эпохи. Мы понимаем, что радикально выросло количество информационных потоков. Количество этих самых квантов информации, статей, публикаций выросло, я думаю, что не в 10 и не в 100, а я думаю, что в несколько порядков. Это действительно гигантский информационный поток. Я думаю, что наше с вами умение классифицировать, систематизировать, фильтровать входящие потоки информации — это крайне важный навык для современного общества. Дело в том, что несмотря на гигантский рост информации, наши когнитивные способности, они ведь не сильно увеличились. У нас есть два глаза для чтения, у нас есть мозг с определенными когнитивными способностями. И вот мне кажется, что наша очень важная роль состоит в том, чтобы отобрать тот поток документов, который оставляет значительный след и меняет общество. И это очень непростая задача. Вторая важнейшая задача, на мой взгляд, в Ленинке очень бережно хранится историческая память, в том числе в виде газетных подшивок. Это очень большой объем информации, примерно 800 тысяч комплектов газет, это примерно 70 миллионов газетных выпусков. Это гигантский объем, но дело не в количестве, а в том, что мы с вами можем гарантированно сказать, что именно в эту дату была такая публикация, и каждая буквочка, каждая запятая на месте. Никто ее не изменил. В цифровой среде, в которой сейчас будет писаться новейшая история наших стран, мы не знаем, как это будет. И вот наше с вами дело очень профессиональное, системное, обеспечить целостность нашей истории, нашей культурной идентичности, в том числе и в цифровой среде, используя все лучшее, что есть в нашей библиотечной практике. Я желаю всем успехов, желаю всеверкновения, и поверьте, работа, которой мы занимаемся, крайне важна для будущего наших стран. Спасибо. Вадим Валерьевич, большое спасибо. Исполнительный комитет СНГ и Российская государственная библиотека успешно сотрудничают на протяжении уже очень многих лет. И мы рады видеть, что РГБ уделяет такое большое внимание развитию культурного и гуманитарного сотрудничества на пространстве содружества. Уважаемые гости, наше сегодняшнее мероприятие не было бы возможным без участия Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Фонд создан более 10 лет назад с целью поощрения развития сферы публичной дипломатии и содействия формированию благоприятной для России общественного, политического и делового климата за рубежом. За годы работы Фонда было проведено более 500 мероприятий и поддержано свыше 300 грантовых проектов, направленных на расширение международных контактов и поддержку публичной дипломатии. Приглашаю на эту сцену для приветствия заместителя исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Викторию Георгиевну Корслиеву. Доброе утро, дорогие друзья. Рада вас поприветствовать сегодня здесь. Хотелось бы помимо просто приветственных слов мне поделиться немножко опытом, как получилось так, что мы поддержали этот проект, потому что для нас это первый опыт работы с библиотечным делом, с библиотеками. И мы, когда увидели вашу заявку в нашем грантовом конкурсе, просто для нас открыли другой мир. И мы на самом деле не знали, какую огромную работу не только внутри страны и странами зарубежным, постсоветского пространства проводят библиотеки и насколько это важно сейчас, особенно в такой сложный для нас с вами период. И в этом мероприятии сошлось все. И постсоветское пространство, и историческая память, и противодействие фальсификации истории. И мы поняли, что это, наверное, именно то, что мы хотели бы видеть на проектах, на мероприятиях для осуществления общей работы, общей деятельности библиотеку постсоветского пространства. Я искренне надеюсь, что для вас это полезное мероприятие, потому что нам лично очень сложно оценить, нужно ли это библиотекам или не нужно ли это библиотекам. Нам кажется, что вообще собираться в общих точках и делиться ситуацией, которая сейчас происходит в вашей стране, делиться ситуацией в ваших библиотеках, это очень важно. И нам кажется, что если вы будете таким здравым смыслом и свежим здравым взглядом внутри вашей работы, это будет способствовать качественной работе сбора архива в будущем. Людей, которые будут искать правду истинную, искать смысл жизни, будут обращаться в библиотеки, будут находить только качественные, достоверные материалы. И это, собственно, будет все благодаря вам. Поэтому спасибо вам еще раз. Я редко такое говорю на грантовых мероприятиях. Спасибо вам, что вы делаете эту работу и пришли к нам, потому что даже при подготовке к сегодняшнему мероприятию подняла вашу заявку, посмотрела все комментарии экспертов. И все как один говорили, что это очень важное дело, очень нужное дело. И мы считаем, что это дело нужно поддерживать. Я вам желаю плодотворной работы. Не только поделиться вашим опытом, самое главное пообщаться, обменяться каким-то опытом, поделиться тем, что у вас сейчас происходит. Может быть, у кого-то есть проблемы, вы друг другу поможете просто советом или каким-то опытом и практикой, которая уже есть в библиотеке, и будете двигаться дальше. А фонд Горчакова будет с радостью поддерживать такие инициативы в будущем. И я надеюсь, что наше с вами первое мероприятие, не последнее, и у нас выстроится долгая и системная работа. Еще раз хотела бы поблагодарить РГБ за то, что вы взяли на себя эту ответственность, эту работу и проводите ее в таком большом и хорошем масштабе. Спасибо вам большое. Спасибо, Виктория Георгиевна. И надеюсь, что сотрудничество фонда и библиотечная ассамблея Евразии будет продолжаться и дальше. Уважаемые коллеги, как я уже упоминала ранее, Российская государственная библиотека – это базовая организация государств-участников СНГ по сотрудничеству в области библиотечного дела. И по случаю проведения форума генеральный секретарь СНГ Сергей Николаевич Лебедев направил приветствие участникам и попросил меня его зачитать. Дорогие друзья, от имени Исполнительного комитета СНГ рад приветствовать участников Международного молодежного форума «Сохраним историческую правду для будущих поколений». Весьма символично, что ваш форум проходит в Российской государственной библиотеке накануне Дня Победы – праздника священного для многих поколений. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для наших дедов и прадедов, и они выдержали его с честью и достоинством. Мы с благодарностью вспоминаем вклад народов современного СНГ в победу, никогда не забудем жертв, которые они принесли во имя мира и справедливости, во имя наших жизней. Память о героической борьбе наших народов за свою свободу жива, а потому дискуссии ученых и практиков на тему Великой Отечественной войны продолжаются по сей день. Они помогают глубокому осмыслению уроков прошлого, способствуют развитию исторической науки на основе правдивых документов и фактов, что приобретает особое значение в современном информационном мире и культурной дипломатии. Благодарю всех участников и организаторов форума за возможность профессионального общения, обмена опытом по культурно-просветительской деятельности библиотек, направленной на сохранение исторической правды о событиях середины XX века. Выражаю надежду, что форум станет ежегодной диалоговой площадкой и местом притяжения лучших библиотечных практик. Желаю плодотворной работы, удачи и успехов в вашей интересной и благородной деятельности. Генеральный секретарь СНГ Сергей Николаевич Лебедев. Наш форум проходит при поддержке Государственной публичной исторической библиотеки России, крупнейшей научной специализированной в области истории библиотеки России, знаменитой исторички. И я приглашаю на эту сцену директора президента Российской библиотечной ассоциации Михаила Дмитриевича Афанасьева. Здравствуй, племя молодое и незнакомое. Дорогие коллеги, я очень рад приветствовать вас сразу от двух институций. Давайте начнем с Российской библиотечной ассоциации, крупнейшего объединения, профессионального объединения в нас, библиотекарях, в рамках Российской Федерации. Вы знаете, я думаю, что каждый из нас, библиотекарей, понимает, насколько важно существование того единого пространства, в котором живут люди одной профессии, библиотекарей. Наверное, нет другой профессии, в которой бы так остро ощущалось желание людей объединяться, обмениваться информацией, быть вместе, вне зависимости от самых разных факторов, которые разделяют нас. И законодательство, и политическая ситуация, политические границы, идеологические клише или какие-то формулы. Это все вроде бы мешает нашему объединению, нашему единству. Но в мире библиотекари живут до сих пор и на протяжении многих уже десятилетий как единое пространство. У нас есть Всемирная организация ИФЛА, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций, которая существует поддержкой библиотекарей самых разных стран. И которая, кстати, вот в этой трудной ситуации сохранила участие российского библиотечного сообщества в своей деятельности без всякого ущерба для нас и для нашего профессионального единства. Российская библиотечная ассоциация осуществляет это внутри нашей страны. И это ведь тоже очень разные библиотеки. Одно дело российская государственная библиотека или российская национальная, крупнейшие наши библиотеки. Другое дело библиотеки церковные, библиотеки духовных учебных заведений, сельские библиотеки. И самые разные. Библиотеки тюремные, но библиотекари везде библиотекари. И мы раз в год собираемся на наш всероссийский конгресс. Мы собираемся на самых разных площадках. И мне очень дорого то, что у нас есть еще и площадка стран СНГ, такая важная международная площадка. Потому что у нас с вами есть вот это общее прошлое, общий 20 век, как минимум, которых заслуживает того, чтобы мы сохраняли о нем память и внимательно относились к нему. И поэтому тема, которая сегодня выбрана для вот такого форума, она, конечно, она сугубо библиотечная, она чрезвычайно важна для нас. Здесь плавно перехожу к тому, что я директор исторической библиотеки, которая занимается профессионально тем, что сохраняет историческую память. Вот Вадим Валерьевич сказал о том, чтобы фиксировать каждый день, каждый час. Вот это работа, которую делают все библиотеки. Но для нашей библиотеки это просто вот то самое главное. И когда у нас происходили самые бурные события в нашей стране, то у меня была специальная команда, которая участвовала, ходили на разного рода мероприятия, собирали летучие материалы. И мы имеем совершенно потрясающую коллекцию, фиксирующую то, что происходило в тот или иной момент в нашей стране. И не только в нашей стране, но и в странах, которые сегодня называются странами СНГ или странами ближнего зарубежья, потому что такого рода коллекции не имеют границ. И когда мы сегодня говорим о том, что надо сохранять историческую правду, мы как раз говорим о главной функции вообще библиотек. Здесь не все так просто. Мы все прекрасно понимаем, что сохранение в таком чистом виде, в академическом виде, вот все, что есть, все сохраняем. Наверное, нет. Все равно мы привносим туда свои отношения, свои представления. И на нас влияет общественная ситуация, в которой акценты расставлены. Это хорошо, это плохо, это важно, это не важно. Вот библиотекарь как профессионал должен четко себе, для себя выбрать эту очень важную, очень непростую вещь, а позицию исследователя, позицию человека, который смотрит даже на сегодняшний день чуть-чуть со стороны. Если мы не будем иметь такого взгляда чуть-чуть со стороны, мы многое можем потерять в том, что сегодня происходит и что мы не фиксируем. Вот мы сейчас в рамках Российской библиотечной ассоциации, базы исторической библиотеки, проводим такой конкурс работы библиотек по сохранению документов прошлых эпох. В первую очередь, конечно, то, что связано со Второй мировой войной. И мы видим, как различаются библиотеки в зависимости от того, это позиция исследователя, это позиция, которая позволяет увидеть весь спектр проблем и зафиксировать документы самого разного рода, или это позиция человека, который получил какой-то материал и радуется, что у него он есть. Да, это очень здорово, что мы зафиксировали тот или иной документальный материал, будь то письма с фронта или какие-то другие вещи, но очень важно и понимание контекста, очень важно понимание того, что происходило. У нас в законодательстве записано, что библиотека отражает весь спектр позиций, которые существуют в обществе. И это очень сложная задача. Вот смотреть на ситуацию чуть-чуть стороны, фиксировать то, что происходит. Но мы этим занимаемся, комплектуя наши фонды, работая с нашими читателями, и создавая основу для наших будущих поколений, информационную основу. А в принципе, по большому счету, мы даем возможность, даем шанс иметь историческую память. Что в нашем быстротекущем мире, в общем, очень важная, очень ответственная миссия. Спасибо. Спасибо, Михаил Дмитриевич. Дорогие гости, завершит наше пленарное заседание специальный показ документального фильма. «Библиотечный фронт 1941-1945». В основе этой ленты дневники, письма, телеграммы, воспоминания очевидцев и участников войны, работавших в 1941-1945 годах в библиотеках. Официальные документы, фотографии, рисунки, их открытки и видеоматериалы, кадры из архивов и съемки на месте действия. Статьи из газеты журналов, монографии. В работе над этим фильмом приняли участие крупнейшие библиотеки стран Содружества, представители которых являются экспертами нашего форума. А после просмотра я предлагаю, приглашаю всех в соседний зал на кофе-брейк. 22 июня в библиотеке начался обычный день. К 12 часам зал был заполнен. Мы, библиотекари, стояли за кафедрой. В комнату выдачи быстрыми шагами вошла Толстихина, дежурная по библиотеке. Мы, взглянув на ее лицо, мы почувствовали, произошло что-то ужасное. Подойдя к нам, она сказала, включите радио. Что случилось? Война. Это небольшое слово, всего пять букв, перевернуло всю нашу обычную повседневную жизнь. Эта минута запомнилась мне навсегда. Подойдя к репродуктору, я сказала, товарищи, включаю радио. Сегодня в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну и подвергли бомбежке наши города. Мир разделился на до и после. Никто не верил, что жизнь изменится так кардинально. Многие сотрудники и читатели библиотек покинули читальные залы и отправились в военкоматы. Оставшиеся на своем рабочем месте библиотекари незаметно для себя стали полноценными фронтовиками. Бойцами библиотечного фронта. Довоенное советское общество даже не предполагало, что немецкие войска будут иметь успех при нападении на Советский Союз. Однако правда была куда более жестокой и беспощадной. Продвижения германских войск в начале войны были потрясающими. Танковые армии разорвали советскую оборону, германская авиация царила в небе, а блестящая координация придавала немцам ощущение непобедимости. Несмотря на беспримерную мужественность и героизм, ближайшие границы города очень быстро попали под сокрушительный натиск фашистской военной машины. Бомбежки начали с первого дня. Они не прекращались. Было непонимание того, что происходит. Об эвакуации библиотеки даже не шла речь. И вся библиотека осталась. Сразу стало ясно, что ни о каком развитии библиотечной системы Белоруссии, хоть и по другой идеологической модели, не было и речи. Ни государственная библиотека, ни ее фонды оккупационным властям были не нужны. А вот здание, напротив, оказалось очень востребованным для использования в своих целях. В общем читальном зале оккупационная администрация проводила политические встречи. Позже оккупационные власти использовали здание библиотеки как госпиталь. В ходе нескольких перепланировок захватчики полностью уничтожили все библиотечное оборудование. О том, чтобы хранить книги, библиотечную мебель, оборудование, речи не шло. То есть после завершения войны, ну вот, голые стены, как говорится, достались. Забегая вперед, можно сказать, что созданная в короткий довоенный период библиотечная сеть Белоруссии, включавшая около 14 тысяч библиотек, была практически полностью уничтожена фашистами за годы оккупации. В отличие от множества других городов, у Ленинграда был свежий опыт советско-финской войны. Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина имела планы эвакуации. Существовали списки подлежащих вывозу наиболее ценных изданий. Уже через месяц, после начала военных действий, ящики с наиболее ценными книгами были упакованы, и первый эшелон отправился в Меликес. Всего было упаковано около 350 тысяч единиц хранения. Среди них несколько ящиков составляли рукописные ценные фонды библиотеки. За организацию эвакуации и размещение фондов в Меликесе отвечал директор библиотеки Александр Больпер. Вернуться в Ленинград, чтобы продолжить работу, ему уже не удастся. В течение 20 сентября немецко-фашистская авиация совершала налеты на Ленинград. Немецкая авиация избрала в качестве главного объекта своих нападений «Жилые дома, общественные здания, культурные и санитарные учреждения». Руководителем библиотеки стала Елена Филипповна Игоренкова. До этого назначения она была ученым-секретарем Салтыковки. Так и получилось, что в самые тяжелые годы города на Неве сохранность фондов и работа библиотеки легла на ее плечи. К августу 1941 года штат библиотеки сократился почти вдвое. Кто-то уехал в Меликес, кто-то эвакуировался с родственниками, кто-то ушел в ополчение или действующую армию. Многокилограммовые фонды и каталоги на руках переносили в подвалы, а на чердак поднимали не менее тяжелые ведра с песком для тушения зажигательных бомб. Снаружи здания шли работы по укреплению фундамента и заклейке окон. И вся эта тяжелая работа выполнялась женщинами, девушками. Внимание, слушайте, говорит Москва! В российской государственной библиотеке имени Ленина в Москве тоже имелись планы по эвакуации фондов на случай приближающихся к городу военных действий. К началу войны Ленинка была признанным лидером библиотечного отдела страны с фондом 9,5 миллионов томов на всех языках СССР. Чем ближе германская армия подходила к Москве, тем больше чувствовалось напряжение и мобилизация ее жителей для защиты столицы нашего государства. Деятельность государственной библиотеки имени Ленина тоже была адаптирована к требованиям военного времени. К довоенным функциям добавилось новое – спасти книжные фонды главной библиотеки страны. В целях обеспечения сохранности фонда библиотеки в условиях военного времени по предложению руководства библиотеки правительство разрешило переместить значительную часть основного фонда в нижние этажи уже построенного, но еще не принятого эксплуатацию железобетонного здания книгохранилища. И уже через несколько дней после начала войны от дома Пашкова к новому корпусу книгохранилища началось великое переселение, когда по 110-метровому подземному тоннелю двинулись тележки, наполненные книгами и рукописями. Около 4 миллионов томов сменили место своего хранения. Работы продолжались по 12-14 часов в день. При этом полторы тысячи тонн различных изданий были перемещены вручную. Это был поистине трудовой подвиг сотрудников библиотеки по спасению национального достояния нашего Отечества. Не ушедшие на фронт библиотекари готовили к эвакуации 700 тысяч наиболее ценных книг и 2,5 миллиона листов рукописей, в том числе первопечатные старинные редкие издания автографы и архивы русских писателей, деятелей науки и искусства. На секунду задумайтесь. Война. Враг все ближе и ближе к Москве. Заводы и организации эвакуируются 24 часа в сутки. На вокзалах каждый вагон на счету. А тут библиотеки с книгами. Директор библиотеки Николай Яковлев был назначен ответственным по организации вывоза ценностей всех государственных библиотек и музеев Москвы. Вы поймите, что увозилась такая часть фонда, которая хранилась в особых условиях. Уникальный фонд. Уникальный фонд. Там температурный режим был в этом помещении. Там была влажность особая. А, например, блядь, якулее. Под бомбежками и обстрелами с воздуха книги и ценности музеев грузили в Южном порту на барже и отправляли в город Бор. Каждую минуту этого пути была высокая вероятность уничтожения ценнейшего груза. В конце октября авиация Люфтваффе начала бомбить город Горький. И скоро пришел приказ о новой эвакуации. Погрузившись в 12 товарных вагонов, в одном из которых разместились сопровождающие с семьями, эшелон отправился в город Молотов. Путь 980 километров был преодолен за месяц. Приходилось подолгу задерживаться на переездах, чтобы пропустить эшелоны с техникой и людьми, идущими на фронт. И нескончаемый поток раненых поступающих с фронта. Каждый советский человек понимал, что гитлеровская машина уничтожала не только здания и города, но и всю многовековую культуру нашего государства. Опыт уничтожения городов у нацистов был. Разрушенная испанская герника превращен в развалины британский Ковентри. Опустошен Минск. Москва готовилась к худшему. Первый налет на Москву был 22 июля 1941 года. Он был не случайным. Минцы выбрали налет через месяц после начала войны. И одним из важнейших объектов этого налета, первым, самым важным объектом, был Кремль. Не случайно поэтому на библиотеку Ленина где-то упало в этот первый налет 60 бомб. Кто их обезвредил? Дружина противовоздушной обороны. Кто такая дружина противовоздушной обороны? Девочки, молоденькие, девчушки. Команда местной противовоздушной обороны МПВО в Государственной библиотеке имени Ленина была создана еще до войны и состояла из 70 человек. В их обязанности входило постоянное наблюдение за небом и тушение зажигательных бомб. Из воспоминаний бойцов команды МПВО Ленинки. Днем обслуживали читателей, а с 6 часов и до утра три раза в неделю дежурили в команде МПВО. Когда объявлялась воздушная тревога, бежали на закрепленное за каждым бойцом место. Бойцы дежурили не только во дворах. Посты воздушного наблюдения располагались на крышах корпусов библиотеки, кроме корпуса Д, где была установлена зенитная установка. Хорошо помню страшную ночь 29 октября 1941 года. Очень тяжело было, когда бомба попала в дом напротив библиотеки. Было много убитых, а в этом доме жили некоторые наши сотрудники. Среди убитых были и дети. Во время налета в вражеской авиации население близлежащих домов укрывалось в туннеле ГБЛ. Там было полно народу, много женщин и детьми. Бомбы падали на Маховую и на улицу Фрунзе. Но в здание библиотеки, к счастью, не попало ни одной фугасной бомбы. На третий день войны, 24 июня 1941 года, было принято постановление о создании Совета по эвакуации. Совет определял сроки, порядок эвакуации предприятий и людей, пункты их размещения. Его решения, утвержденные правительством, являлись обязательным для всех партийных, советских и хозяйственных органов. Объем эвакуации был настолько велик, что в июле 1941 года для ее проведения была использована почти половина всего вагонного парка СССР. Вместе с промышленными объектами в эвакуацию уехали рабочие, инженеры и техники. Вся эта волна эвакуации двинулась в тыл страны. В области республики, находящейся далеко от линии фронта, война против фашистской Германии стала суровым испытанием единства народов. Государственная библиотека Таджикской ССР имени Феодоуси стала центром агитационно-массовой работы столицы республики. В первые годы войны в Сталинобаде были развернуты 17 эвакуационных госпиталей, где проходили лечения тысячи бойцов Красной Армии. Наши библиотеки работали в подшипных госпиталях. Раненым бойцам книги они приносили прямо в госпитале. Здесь же проводились политические беседы и обзоры художественной литературы. В госпиталях, в библиотеках они устраивали книжные выставки, оформлялись бюллетени с отзывами о прочитанных книгах. Национальная библиотека Таджикистана была направлена в 1944 году в библиотеках, освобожденных районах Украины, Кировской области, Полтавской области, Ростовской области, книги на русском языке для пополнения в фондах этих библиотек, которые были ограблены, сожжены во время Великой Отечественной войны. 25 работников Государственной публичной библиотеки были награждены медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Каждый из них внес свой вклад для нашей общей победы. В Национальной библиотеке Азербайджана имени Ахундова разворачивалась масштабная работа по пропаганде, отражающей фронтовые будни. В начале войны возникли трудности, связанные с нехваткой бумаги. Деятельность издательств была практически приостановлена. Основными задачами Национальной библиотеки были воодушевление народа на борьбу с врагом, воспитание и укрепление патриотического чувства. Все люди, все работники вместе взялись и пошли в госпиталя. Там книги, не то что выставки делали, книги читали. Книги читали этим больным, этим раненым. Знаете, их духовно поддержали. Закономерно и отрадно, что в 1945 году 29 передовых работников библиотеки были удостоены медалей за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. Казахский народ, как и многие братские республики Советского Союза, внесли большой вклад в победу над фашистской Германией. Но особой страницей в летописи библиотечного дела Казахстана является деятельность библиотеки в годы Великой Отечественной войны. Республиканская библиотека имени Пушкина была крупнейшим книгохранилищем в регионе. Туда поступали экземпляры книг, газет и журналов. Кроме этого, библиотека являлась важным центром научно-методической работы в области библиотековедения. В те годы в читальных залах можно было встретить Паустовского, Эйзенштейна, Жарова, Морецкую и других выдающихся деятелей культуры и науки. Алмата стала одним из центров, куда были эвакуированы работники интеллектуальной сферы со всего Советского Союза. Наша библиотека, она обслуживала специалистов промышленных предприятий, охватывала массовыми мероприятиями, призывные пункты, госпитали, также отправляла литературу на фронт. К 1944 году положение меняется к лучшему, и фонды опять начинают поступать обязательный экземпляр каждого печатного произведения, выходящего на территории СССР. В первые годы войны часть населения была эвакуирована из западных областей СССР в Армению. Руководством библиотеки было принято решение создать литературный фонд на языках народов СССР, в частности на украинском и на белорусском языках. Этот фонд существует и по сей день. Массовому отделу было поручено систематически фиксировать посещаемость библиотечных выставок, обеспечивать участие персонала, организовать коллективные просмотры два раза в месяц для читателей и жителей близлежащих районов, читать доклады в лекционном зале библиотеки. Коллектив библиотеки принимал активное участие во всех кампаниях по сбору средств для нужд фронта. Результатом такой деятельности стала постройка танковой колонны и эскадрильи самолетов. Несмотря на то, что Кыргызстан находился далеко от линии фронта, республика разделила все тяжести войны с другими народами огромной страны. В связи с эвакуацией Кыргызстан, промышленных предприятий, учреждений науки и культуры из республики и областей при фронтовой полосы резко возросла средняя посещаемость библиотеки. В число читателей были 4 академика, 50 докторов науки, профессоров, 65 кандидатов науки, доцентов, что явилось такой причиной открытия кабинета научных работников, организацию справочного библиографического отдела. Вот сегодня эти отделы и до сих пор существуют. Государственная библиотека имени Чернышевского организовала 11 передвижных библиотек, госпиталях и военных организациях, где было обслужено свыше 3 тысяч читателей. К концу войны фонды библиотеки насчитывали свыше 800 тысяч томов. Находясь в эвакуации в библиотеке работал специалист-библиограф из Ленинграда Александр Петрович Кулаков. При его деятельности в конце 1942 года формируется краеведческая картотека из 9 тысяч карточек, ставшись сердцем всей государственной национальной библиотеки Киргизии. В первые месяцы войны Узбекистан принял много промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов, лабораторий, высших и средних учебных заведений. Республиканская сеть библиотек была закрыта, а их здания переделаны в госпиталя и учебные заведения. Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Наваи одна из старейших библиотек, хотела бы отметить, в этом году исполняется 150 лет со дня образования нашей библиотеки, является главным хранителем библиотечного фонда, и ее роль чрезвычайно важна в сохранении истории памяти, изучении военной истории и передаче ее следующим поколениям. По различным тематическим письменным запросам библиотеки подбирали литературу для заводов, вузов, военных училищ, редакций газет, госпиталей, театров. Большинство запросов было выполнено для научно-исследовательских учреждений и отдельных научных сотрудников промышленных предприятий. В дни войны сократился штат библиотеки. Вместо 145 человек в начале 41-го года к концу года осталось только 91 человек. Трудно переоценить роль Государственной публичной библиотеки Узбекской ССР в сохранении научного и культурного потенциала страны в военные годы. В марте 43-го года в Ташкенте создается небольшая рабочая группа во главе с Иосифом Симановским, которая начинает заниматься отбором литературы. Периодические издания, научные журналы, выходящие в Ташкенте в то время, попадают в фонд восстановления библиотеки. Несмотря на тяжелое экономическое положение, правительство выделило деньги на покупку книг в букинистических магазинах. Таким образом, было создано ядро фонда будущей Государственной библиотеки Белоруссии. Какая должна быть мощнейшая вера в победу, что мы все равно победим, тогда не было ни копейки, тогда не было ни лишнего, как говорится, грамма, ресурса. Принимается решение. Мы победим, и библиотеку надо восстанавливать. Многонациональный организм огромного государства работал ради одной цели – победы. И вся библиотечная система СССР стала неотъемлемой частью самого главного дня 20 века. Придя 8 мая 1945 года на работу в общечитальный зал, я вышла на кафедру выдачи книг. Вдруг из-за двери на меня вылетает читатель и кричит. Сегодня подписывают мирный договор с Германией. Одним словом, целый переполох. Все кричат, что-то рассказывают, кто что слышал. Не до выдачи было. Все какие-то стали родные – и библиотекари, и читатели. А дома всю ночь никто не спал. В 4 часа утра 9 мая выскочили все из комнат и стали от радости друг друга целовать. И все пошли утром на Красную площадь, а там уже было море ликующих людей. Все, что произошло в годы войны, никогда не забудется. Ведь следы этой катастрофы до настоящего времени можно почувствовать в каждой области культурной жизни всех стран. Массовый вывоз целыми эшелонами культурного наследия и редких книжных фондов все реже и реже, но возвращается на родину. Порой по одному экземпляру. Пять букв. Слово, с которого мы начали свой фильм. Слово, вычеркнувшее из переписи населения только нашей страны более 26 миллионов человек. 26 миллионов. Каждый из которых. И каждый из тех, кто остался жив, не жалел своей жизни ради нас. История героизма народов СССР навсегда вписана в наши сердца. И дело не в том, ради чего наши с вами соотечественники жертвовали своей жизнью. Ради семьи. Ради любимых. Ради Родины. Или ради сшитых в переплеты страницы бумаги. Все они – настоящие герои страшной эпохи Второй мировой войны. Герои Библиотечного фронта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый день, уважаемые коллеги! Мы приветствуем вас на международной конференции «Великая Отечественная война» в молодежных библиотечных проектах. Модераторами конференции выступим мы. Батирова Лола Махмудовна, заместитель директора Ферганского областного информационно-библиотечного центра имени Ахмада Фергани. И Чоботова Владлена Олеговна, заведующая отделом маркетинга Донецкой Республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской. Мы сразу открываем нашу первую сессию «История, память, подвиг». Напоминаем всем участникам о том, что у нас достаточно строгий регламент выступления, 5 минут. Очень важно его соблюдать для того, чтобы мы успели выступить все и далее успели продолжить также программу нашего форума. Скажем также о том, что на кафедре есть пульт, которым вы можете переключать презентацию. Мы думаем, что все пройдет хорошо. Желаем всем удачи и плодотворной работы. И приглашаем для выступления Айнеддинову Оксану Шамильевну, директора департамента администрирования Национальной электронной библиотеки, руководителя проектного офиса НЭП Российской государственной библиотеки, с докладом «Страница военных лет в Национальной электронной библиотеке России». Давайте поддержим нашего участника. Добрый день, уважаемые коллеги. Так слышно? Так лучше. Рада приветствовать всех на сегодняшней конференции. Действительно желаю всем удачи. Надеюсь, что вы все получите массу положительных эмоций и, главное, нового опыта. Сегодня хочу рассказать вам о том, что же есть по данной тематике у нас в Национальной электронной библиотеке, оператором которого является Российская государственная библиотека. Для начала немного вдруг кто-то не знает, что такое Национальная электронная библиотека. Национальная электронная библиотека с 2004 года функционирует при поддержке Министерства культуры. Это федеральная государственная информационная система, которая объединяет в себе фонды всех библиотек Российской Федерации для того, чтобы граждане получили свободный и удобный доступ к лучшим образцам, научной и образовательной, также архивной литературы. Оператором, как я и сказала, данной системой являемся мы, Российская государственная библиотека. И, конечно же, как и любой масштабный проект, Национальная электронная библиотека преследует свои цели. Самая первая и, наверное, самая важная цель это, конечно же, сохранение исторического, научного и культурного достояния народов России. Также это обеспечение условий для повышения интеллектуального потенциала нашей страны и популяризации российской науки и литературы. Также это формирование основы для создания единого российского электронного пространства знаний, который формируется на основе Национальной электронной библиотеки. В НЭБе содержится примерно более 5 миллионов сейчас изданий. Также участниками являются более 17 тысяч библиотек, которые также размещают свои фонды у нас. Немного о том, какие документы в Национальной электронной библиотеке. Просто когда кто-то из вас, я думаю, может быть даже сейчас, по крайней мере, очень на это надеюсь, зашел со своего гаджета в Национальную электронную библиотеку и не очень понимает, почему какие-то документы он не может посмотреть прямо сейчас. Дело в том, что типа документов у нас есть двух типов. Первое – это открытый доступ. Соответственно, это то, что у нас перешло уже в общественное достояние по закону. Вы можете это посмотреть с любого устройства, с любого места, почитать и насладиться. Также есть документы, которые закрыты под авторским правом. Здесь вы должны прийти сюда или в любую библиотеку, которая является участником, и у которых установлены специальные помещения, электронный читальный зал. И вы можете оттуда, из этого помещения, посмотреть то, что доступно только в стенах библиотек, только по закону. Есть на сайте, конечно же, подробная информация о том, как стать участницей нашего проекта. Если вы еще, ваша библиотека, ваша организация не является участником, очень плохо. Я рекомендую. Наши специалисты вам обязательно помогут. Так что там есть все адреса, можно будет написать. На нашей основе можно будет делать действительно очень крутые специальные коллекции. Об этом сейчас чуть подробнее, чуть попозже. И можно будет действительно использовать эти материалы для создания чего-то масштабного. Теперь, если все-таки вот про виджеты, то есть, соответственно, про возможности, что могут делать библиотеки. То есть, вы можете устанавливать виджет на своем сайте, через который можно будет смотреть какие-то коллекции, которые вы создадите на основе наших фондов и все прочее. Теперь, если... Вот про виджеты. Если все-таки вернуться к нашей сегодняшней теме, это я так кратко рассказала о том, что же мы делаем, что такое национальная электронная библиотека. Если вернуться к теме нашего сегодняшнего разговора, то я хотела бы рассказать о том, что же у нас в национальной электронной библиотеке есть касательно истории Великой Отечественной войны. Значит, расскажу про один из такой, наверное, ярких наших специальных коллекций. Это «Весна победителей». Это электронная подшивка газет, которые выходили в мае 1945 года как и в СССР, так и за границей. Благодаря проекту у нас с вами есть уникальная возможность изучить, почувствовать дух того времени, такого долгожданного дня Великой Победы. Также следующий проект, который у нас есть, это в этом году, к 80-летию Сталинградской битвы, мы собрали коллекцию документов, которые посвящены этому событию. Здесь присутствуют книги, газеты, открытки и фотографии. Тоже можно все это посмотреть у нас на сайте. Также в разделе с периодическими изданиями в Национальной электронной библиотеке тоже есть отдельная коллекция партизанских газет. Они печатались в Белоруссии, в Ленинградской области, в Севастополе и других областях и зачастую прямо на поле боя. И последнее, что еще хочу сказать. А, нет, это изобретение Победы. Это в коллекции Всероссийской патентно-технической библиотеки представлена часть документов Государственного патентного фонда. Здесь описание изобретений, выданных в годы войны отечественным изобретателям. Тоже очень интересно посмотреть, можете насладиться. Ну и последнее, это на портале книжных памятников Национальной электронной библиотеки, архивных документов, которые являются какой-то ценностью, да, исторической. У нас тоже представлена коллекция от Российской национальной библиотеки, уникальное собрание печатных изданий, которые относятся к обороне Ленинграда. И этот период у нас охватывает июнь 1941 по 1947. Я надеюсь, я уложилась минуту, может быть, чуть-чуть содержала. Все, спасибо за внимание. Подключайтесь, мои контакты здесь. Все, всего доброго. Спасибо. Спасибо большое, Оксана Шамилевна. Очень интересная, важная коллекция. Следующие наши докладчики. Загравья Ансара Бороздатовна, главная специалистка отдела международных связей Национальной библиотеки Армении и Агабекан Джулиета Арменовна, ведущая специалиста отдела международных связей Национальной библиотеки Армении. Тема – коллекция военно-агитационных плакатов Национальной библиотеки Армении. Пожалуйста. Приветствую всех, дорогие коллеги. Благодарю за приглашение и желаю всем плодотворной работы. Сегодня я представлю вам коллекцию военно-агитационных плакатов Национальной библиотеки Армении. Начнем с того, что все мы знаем, что Вторая мировая война собрала все советские народы на защиту своей родины. И Армения, конечно же, не оказалась исключением. Только 500 тысяч бойцов ушло на фронт и вернулась лишь половина. Напряженная борьба шла наряду с фронтом и так же, как и в тылу. В библиотеке на совещании дирекции было принято решение реорганизовать деятельность библиотеки так, чтобы направить ее на военную тематику. По мнению руководства, было необходимо проводить различные мероприятия, доклады и выставки. Был разработан такой план и множество выставок было проведено, где коллектив библиотеки участвовал в сборах средств для строительства военной техники. Многие из работников также ушли на фронт добровольно, где внесли свой вклад за победу Родины. Выставочная деятельность библиотеки была в основном связана с военной тематикой, где доказательством были названия, такие как День советской авиации, фронты Отечественной войны, выставка плаката времен Второй мировой войны и так далее. Сначала выставка времен Второй мировой войны проводилась в выставочных залах, затем она стала передвижной, что позволило обществу ознакомиться с наглядной агитацией. Уже в декабре 1941 года была открыта первая выставка военного времени армянских художников Второй Великой Отечественной войны, где и художники, и плакатисты, конечно же, не остались в стороне и оперативно отреагировали в период первых дней Отечественной войны. Было организовано, открылось армянское телеграфное агентство, где художники своими плакатами поднимали дух бойцов не только на фронте, но и тружеников в тылу. Там были во время этих агитационных плакатов были представлены работы таких художников, как Асламазяна, Арутюняна, Исаяна и других. Уже в 1942-1943 годах в фондах имело значительное количество выставочных материалов, с которыми многие могли тоже ознакомиться. Внезапное нападение Германии над Советский Союз повлияло на манеру исполнения плакатных работ. Вы можете заметить драматическое содержание и прямая агитация, призыв к действию, которая создавала в людях образ воина-защитника, человека-борца, который защитит Родину от захватчика. Об этом свидетельствуют коллекции плакатов Национальной библиотеки «В решительный бой за Родину». «Победить врага, как славные предки, вперед под знаменем Ленина, под руководством Сталина, дадим фронту больше табака и хлопка, авторами которых были не только армянские плакатисты, но и русские графики». Военным плакатам было необходимо вдохновить советский народ воевать с врагом, терпеть невзгоды и также работать в тылу. Такую непростую идеологическую задачу выполняли сестры Аслам Азиан, Дмитрий Налбандян, Хованес Шаварш, Мехер Абигян и другие. Активно ведется работа военной гудо-художником Дмитрием Налбандяном. Он мастер социалистического реализма, один из главных официальных портретистов Советского Союза. С самого начала войны, находясь в Армении, он собирал материалы, становится активным участником армянского отделения телеграфного агентства. И также он время от времени посещает фронт, где собирает материалы для своих работ. В 1941-1945 годах известный график Суриньянов жил в Ереване и создавал плакаты рисунков фронтовых газет. В фондах из-за материалов хранятся его работы «Закроем ворота родного Кавказа», «Героическим трудом тыла обеспечим победу Красной Армии» и так далее. Еще минутка у вас. Спасибо. И в одной из выставок августа 1942 года, посвященной военной тематике, плакат «Кровь за кровь» Мариам Аслам Азиан, Мехера Абигяна, также были признаны самыми яркими работами экспозиции. Патриотические плакаты становятся главным направлением в работе тех лет. И одна из художниц Аслам Азиан тоже участвовала в этом. Она расклеивала собственные ручные плакаты по благатному Ленинграду, потому что это также был отчасти ее город. Итого, агитационные плакаты — это и щит, и меч советской агитации в военное время. И Национальная библиотека Армении, будучи свидетелем военных действий, недавних военных действий на своей территории, как никто другой понимает важность сохранения памяти, исторической памяти для будущих поколений, и с трепетом хранит историю об этом в своих фондах. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги, участники Международного форума. Рада приветствовать вас от имени Национальной библиотеки Республики Казахстан. Также хочу выразить искреннюю признательность организаторам за возможность принять участие в данном форуме. Судьбы героев войны разные. У каждого свой путь к исполнению воинского долга перед Родиной. Одни до конца войны шли по фронтовым дорогам, наращивая свой боевой счет с врагом, другие, совершив яркий подвиг, отдали за счастье отчизны самую дорогую жизнь. Но всех их объединяет одно – бессмертие воинского подвига. Казахстанский народ, как и многие братские народы Советского Союза, внес достойный вклад в победу над фашистской Германией. За время Великой Отечественной войны Казахстан стал одним из регионов, на которые легла тяжесть решения продовольственной проблемы. Казахстан превратился в мощный арсенал фронта. Экономика республики была ориентирована на военные нужды. Труженики тыла республики внесли огромный вклад в победу. Сельское хозяйство Казахстана обеспечивало фронт и тыл продовольствием, промышленность необходимым сырьем. Воины Казахстана принимали участие во всех сражениях на фронте. Широко известен за пределами Казахстана подвиг 28 героев-панфиловцев легендарной дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова в битве за Москву, который стал ярким примером массового героизма и в битве о мужестве советских воинов. В ноябре 1941 года в бою у разъезда Дубосекова при обороне Москвы 28 бойцов совершили бессмертный подвиг, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление. В составе этой дивизии в боях участвовал и Баужан Мамышлы, народный герой-казахстанец, полководец. Казахстанский народ гордится и другим своим земляком, лейтенантом Рахимжаном Кошкарбаевым, который в самом конце войны 30 апреля 1945 года вместе с рядовым Григорием Булатовым одним из первых водрузил знамя победы на фасаде здания германского парламента Рейхстага. Военные летчики Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский дважды были достойны героя Советского Союза. Женщины-воины также с честью выполняли свой долг наравне с мужчинами, защищая Отечество. Среди них достойное место занимают герои Великой Отечественной войны пулеметчица Мэншук Маметова и снайпер Алья Молдогулова. Ярким примером удивительной силы духа, стойкости и мужества является Хюас Доспанова, единственная казашка, летчица, штурман, стрелок легендарного женского полка ночных бомбардировщиков, прозванных ночными ведьмами. Свой вклад в победу внесли и коллектив Государственной публичной библиотеки КССР, ныне Национальная библиотека Республики Казахстан. Часть сотрудников которой добровольно ушла на фронт. Среди них был и директор Мухтар Джангалин. Всего 20 человек. За исключением двоих никто из них не вернулся с войны. Во время войны Казахстан принял около полутора миллиона человек, эвакуированных из разных районов СССР. В Алмату с семьями были отправлены для работы выдающиеся писатели, ученые, артисты и композиторы. Библиотека помогала фронту чем могла. Обслуживала специалистов промышленных предприятий, охватывала массовыми мероприятиями призывные пункты и госпитали, отправляла литературу на фронт. Среди архивных документов военных лет в отделе редких книг и рукописи Национальной библиотеки Республики Казахстан хранятся уникальные документы, письма сотрудников библиотеки и бойцов, призванных на фронт в первых месяцах войны. Эти письма значили для тех, кто был на передовой, и для тех, кто трудился в тылу. Они помогали выжить, вселяли надежду и уверенность, вдохновляли, давали силу и веру в победу. Еще минутка. Библиотека участвовала и в международных проектах, посвященных этой знаменательной дате. Мы передали материалы для формирования электронной коллекции президентской библиотеки имени Ельцина «Память о Великой Победе». Также приняли активное участие в международном проекте библиотеки «Свидетели Победы», подготовленного Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, совместно с национальными библиотеками стран СНГ. Это действительно уникальный проект, который сплачивает наши государства и народы, объединяющих общая история и общая память. Данный проект дал возможность представить нашу страну и наших ветеранов, рассказывая о славных подвигах и героизме участников ветеранов войны, о военных буднях тружеников тыла. Мы воспитываем молодое поколение. В проекте представлены архивные материалы об участниках Великой Отечественной войны, свидетелях Победы. Национальная библиотека, в фонде которой накоплены и хранятся богатейшие бесценные материалы о Великой Отечественной войне, уделяет большое внимание сохранению исторической памяти и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения и заботы о ветеранах войны и труда. Наш долг – помнить о наших героях и какой ценой завоевана победа. И наша задача – сохранять и передавать из поколения в поколение историческую память о великом подвиге народа, о героизме участников и ветеранов войны. Спасибо. Спасибо, Динара Кабдешевна, за выступление. В следующем у нас выступает Ашкенова Райна Ирболовна, библиотекарь службы зарубежного взаимодействия Национальной академической библиотеки Республики Казахстан. Тема – библиотеки Казахстана в годы войны. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, участники Международного форума. Благодарю вас за возможность участия в таком важном событии, в преддверии такого знаменательного дня, Дня Победы в Великой Отечественной войне. Казахстанцы, как и все народы, встали на защиту Отечества. Более миллиона наших земляков были призваны на фронт. На поле сражения было призвано 1 миллион 400 тысяч казахстанцев. Более 600 тысяч из них так и не вернулись с поля боя, навсегда оставшись для нас символом мужества и истинного патриотизма. За годы войны в Казахстане было сформировано 12 стрелковых, 4 каварилийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. В тяжелых сражениях за Москву весомый вклад внесла сформированная в Алмате, 316-я стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор Панфилов. Список героев казахстанцев Великой Отечественной войны можно продолжать бесконечно. Многие стали героями Советского Союза, а Маншук Маметова и Алья Молдогулова это первые девушки Советского Востока, удостойные этого высокого звания. Война разделила жизнь миллионов людей на до и после. На военный лад была перестроена деятельность всех научных, учебных и культурно-произведительных учреждений всей страны. Война выдвинула новые ответственные задачи и перед библиотеками. На начало 1941 года в Казахстане насчитывалось 3515 библиотек, а на 1945 их осталось 1674. Несмотря на трудное военное время, восточно-казахстанская областная библиотека имени Пушкина старались комплектоваться новой литературой, периодическими изданиями. Большое внимание уделялось комплектованию Фонда литературы военной тематики медицины. На расхват считалась техническая литература. Во многих библиотеках были организованы книжные выставки, посвященные военной тематике, кружки по изучению военно-санитарного дела, противовоздушной и противохимической обороны. В годы Великой Отечественной войны библиотечная деятельность Карагандинской областной универсальной научной библиотеки имени Гоголя стала еще интенсивнее. Спрос жителей на книги, журналы, газеты увеличился. За 1944 год библиотеку посетило 8105 человек. В феврале 1944 года были организованы Дни памяти Пушкина. Оформлена книжная выставка, фотомонтаж и подготовлен доклад. Пушкин – создатель русской реальной литературы. Деятельность Северо-Казахстанской областной библиотеки имени Муканова в годы войны. Это огромный пласт дел, событий, имен. Росло число читателей. В день пребывало по 20 человек. Новые читатели и новые предприятия предъявляли серьезные требования. Увеличился спрос на технические книги. Особенно по холодной обработке металлов, электротехники, технической механики, радио. В годы войны западно-казахстанская областная универсальная научная библиотека, как вся страна, жила сложной, напряженной жизнью. В годы войны зданий, где сейчас находится библиотека имени Молдогалиева, размещался госпиталь. Уральские школьники совместно с областной библиотекой устраивали для раненых концерты громкие читки. Зрители усаживали прямо на ступени парадной лестницы, ведущей на второй этаж. А вестибюль внизу использовали как сцену. Продолжали работу профсоюзные, школьные, общественные библиотеки области. Библиотека играла большую роль в формировании патриотической личности. В библиотеках проходили персональные выставки, посвященные Абаю Кнамбаеву, Горькому, Маяковскому, Толстому, Пушкину, Меделееву, Павлову и другим. В Государственном архиве Косанайской области хранятся письма бойцов с фронта, которые они писали в далеком 1943 году. Все человечество, весь народ вносил неизмеримый вклад в Великую Победу. Свой вклад внесли и библиотекари. Их напряженная работа в военный период стала огромной поддержкой высокого патриотического подъема в обществе. Библиотекари свято хранят память о героическом прошлом и подвиге советского народа. Ежегодно во всех библиотеках проводятся многочисленные разноформатные мероприятия, приуроченные к 9 мая. И всегда наши инициативы, памятные акции находят отклик у многотысячной аудитории. Уважаемые коллеги, желаю вам интересного общения и майского праздничного настроения. Спасибо за внимание. Большое спасибо за выступление. Мы приглашаем Жамшитова Баиша Мухаммед Расуловича, дизайнера отдела полиграфическо-реставрационных работ Национальной библиотеки Кыргызской республики имени Осмонова с докладом «Книжный свидетель военных лет». Рассказ не только о книгах, но и о библиотекарях. Здравствуйте всем. Сердечно приветствую участников данного мероприятия и шлем вам большой привет из солнечного Кыргызстана. Тема, которая сегодня обсуждается, является актуальной. Тема Великой Отечественной войны, ее героев, исторических событий тех лет останется навсегда в центре внимания мировой общественности. Национальная библиотека Кыргызской республики имени Алкула Осмонова тоже вписала свою яркую страницу в истории Великой Отечественной войны. В 1934 году состоялось открытие Государственной республиканской библиотеки по инициативе Надежды Константиновной Крупской. В формировании ее фондов приняли участие крупнейшие библиотеки Советского Союза. В своем письме Надежда Константиновная Крупская от 4 декабря 1933 года она писала «Уважаемые товарищи, большая просьба поддержать научную библиотеку в городе Фрунзе, ныне Бишкек, помочь ей прочно встать на ноги. С этих строк, с этого толчка было принято решение объединить Центральную городскую библиотеку с Государственной научной библиотекой и создать единую государственную республиканскую библиотеку с двумя отделами публичным отделом для обслуживания города и научным. В 1935 году усовершенствована структура библиотеки, созданы отделы комплектования и обработки литературы, читальные залы с книгохранилищем, абонемент, передвижной отдел, кабинет библиотекаря. Штат состоял из 13 работников. В 1938 году на базе Книжного фонда Республиканской библиотеки организованы две библиотеки Центральная городская имени Надежды Константиновной Крупской и Государственная публичная. Последней предоставлялось право получения обязательного бесплатного экземпляра всех изданий, выходящих на территорию СССР. В 1939 году указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР по ходатайству Союза писателей Киргизской ССР и Президиума Фрунзенского городского совета Государственной публичной библиотеки присваивается имя революционера-демократа Николая Гавриловича Чернышевского. К началу Великой Отечественной войны библиотека имени Чернышевского выросла в крупное книгохранилище, насчитывающее свыше 800 тысяч томов различных изданий на 85 языках народов мира. В первый год войны Государственная библиотека организовала 7 небольших библиотек в 3 госпиталях и в 4 военных организациях, где было обслужено свыше 3000 читателей. В первые годы существования Государственная библиотека сменила несколько руководителей. И в январе 1940 года на пост директора Государственной библиотеки имени Чернышевского назначается Ксения Ивановна Байкова. Проработала в этой должности предвоенные и военные годы, а точнее с 1 февраля 1940 года до 20 мая 1949 года. Ксения Ивановна Байкова возглавила библиотеку «Самые трудные для страны годы Великой Отечественной войны». В связи с эвакуацией к Киргизию промышленных предприятий, учреждений науки, культуры и республики областей прифронтовой полосы резко возросла средняя посещаемость библиотеки в день от 250 человек до военное время до 600-700 человек, к концу войны которыми ежедневно выдавалось свыше 1100 для экземпляров литературы. Особенно интенсивно стала развиваться справочная библиографическая деятельность, которые испытывали наибольшую потребность ученые военной, инженерной и сельскохозяйственной академии. Специалисты эвакуированных предприятий и организаций в это время увеличилось число читателей-научных работников. Среди них академики, 50 докторов и профессоров, 65 кандидатов науки доцентов, в военных частях города Фрунзе, в училищах и госпиталях создавались передвижные библиотеки, где библиотекари читали книги тяжелораненым и проводились беседы. Труд библиотекаря был оценен в признательных письмах солдат. Постановлением Сонаркома Киргизского СССР того периода была объявлена благодарна всему коллективу государственной библиотеки именно Чернишевского и персональной ее директору Байковой Ксении Ивановной. В это время формируется краеведческая картотека из 9 тысяч карточек, книг, журналов, газет, положивших в начало каталога Кыргызстан и созданию национальной библиографии. В библиотеке проводится большая культурно-массовая работа лекций, доклады, вечера, посвященные датам, книжные и иллюстративные выставки, составляются списки рекомендательной литературы. Подшовные села выезжают бригады, которые везут сельские клубы книги, популярные брошюры, организуют лекции на военно-политические и исторические темы. Для оказания активной методической помощи библиотеке Киргизии, для изучения обобщения и передового опыта при библиотеке открывается методический кабинет. Библиотека становится координационным центром деятельности библиотек всех систем и ведомств. Еще полминутки у вас. В годы войны государственная публичная библиотека взяла шество над госпиталем номер 1081. Всего в городе Фрунзе было три госпиталя. В госпитале лежали бойцы разных национальностей арбяне, таджики, казахи, чуваши. Многие из них плохо говорили и читали по-русски и посвящению библиотекаря обычно относились равнодушно. Но когда они получали книгу на своем родном языке их радости не было предела. Книга помогала им коротать долгий больничный день, переносили далекие родные места, у больного улучшалось самочувствие, появлялся аппетит и госпитальные врачи частенько с шуткой обращались библиотекарям с просьбой почаще приносить лекарства. Помимо обмена книг, громких чтений и обсуждений по прочитанным книгам в госпитале проводились лекции о международном положении, о прошлом Земле, о происхождении человека, об устройстве Вселенной, о том, как изменяются растения и тому подобное. А когда при госпитале организовала различные курсы для инвалидов отечественной войны, пчеловодов, садоводов, помощью справочно-библиографического отдела библиотекари подбирали литературу на определенную тему. И многие больные, выходя из госпиталя, уже имели новую квалификацию. В настоящее время многие библиотеки помнят Тургумбекова Зарифа Олимбековича, участника Великой Отечественной войны, работника библиотеки. Тургумбеков Зариф Олимбекович непосредственно принимал участие в боях против гитлеровских фашистов. Был тяжело ранен, орденами и медалями. Много лет проработал в сфере культуры, работал в национальной библиотеке, методическом отделе. Выезжал в командировки с целью выявления лучшего библиотечного опыта. За годы работы в библиотеке им написаны статьи о передовых работниках библиотек, республике и журнале «Библиотекарь». И в республиканских газетах и журналах обобщен опыт работы базар-курганской организации ЦБС также перевел на кыргызский язык методические материалы. Им переведено с русского языка на кыргызский язык 16 работ. Одна из крупных организаций работы централизованной библиотечной системы. Память о Зарифе Олимбековиче жива и живы добрые воспоминания истории, которые он оставил о себе и о героях Отечественной войны. Особое место в работе национальной библиотеки занимает тема Великой Отечественной войны. Сотрудники национальной библиотеки приняли активное участие в онлайн-конференции на тему Мемориальная память войны и литературы. Спасибо за внимание. Спасибо, Баич Мохаммед Раслович. Еще одна наша коллега из Республики Кыргызстан, заведующая отделом литературы на иностранных языках Национальной библиотеки Кыргызской Республики имени Усмонова Джанадилова Даная Каненбековна. Тема Война взгляд через десятилетие время выбрало нас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Извините, я чуть-чуть волнуюсь. Это мое первое выступление и, надеюсь, моя работа вам понравится и вы узнаете очень много нового. Мне хотелось бы рассказать о вкладе нашей страны. История свидетельствует, что подвиги героев бессмертны. Они живут в памяти людей, передаются из поколения в поколение. Одним из ярких примеров являются подвиги наших героев Великой Отечественной войны. За свободу и независимость Кыргызстана наряду других стран Советского Союза также приложила все свои усилия. Со стороны нашей республики на фронт отправились 363 тысячи храбрых солдат. Многие пали смертью героя на поле боя. Такие, как Исмаилбек Таранчиев, Чалпомбай Туль-Любердиев, Акун Садырбаев и много других. Можно перечислять очень долго наших героев. Вернувшиеся многие герои были удостоены звания Героя Советского Союза. Они вернулись, но за их плечами осталась большая история и опыт, через который они прошли. И изменила взгляд на жизнь. Кроме героев фронта, нельзя без внимания оставить незамеченным труд нашего тыла. В годы войны сельское хозяйство испытывало большие трудности, так как многие трудоспособные мужчины ушли на фронт, и вся работа пала на хрупкие плечи женщин, детей и стариков. Они, не покладая рук, день и ночь трудились под лозунгом «Се для фронта, все для победы». Несмотря на все трудности, они обучились тяжелому труду и старались бесперебойно отправлять продукты на фронт. Также в Кыргызстан было эвакуировано 38 крупных заводов и фабрик. Перед нами стала задача за короткие сроки наладить работу перебазированных заводов и фабрик, снабдить их сырьем и топливом, а также предоставить рабочие кадры. Также в нашей стране находили приют эвакуированные граждане. Им была оказана помощь в виде жилья, работы и продуктами питания. Наша страна приняла 3438 воспитанников детских домов с Украины, Белоруссии и России, которые были размещены в 14 вновь открывшихся детдомов. Во время войны были развернуты госпитали для оказания медицинской помощи больным и раненым в бою. За годы войны были развернуты и функционировали 25 госпиталей на 9 тысяч коек. Вклад всех стран Советского Союза во времена войны велик и бесценен. И библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают информационными проводниками между поколениями и являются хранителями традиций. Библиотека является не только хранилищем книг и читальных залов, но особым духовным местом, где можно провести много различных мероприятий. Ежегодно проводят различные мероприятия и наша библиотека, посвященная ко дню Великой Отечественной войны. Оформляются книжно-иллюстрированные выставки, показ фильмов, проводим круглые столы, совместные работы со школами и вузами. Чтобы привлечь внимание молодого поколения, организовываются различные конкурсы. К примеру, во время пандемии, как вы все помните, наша библиотека не переставала работать. Всю работу они ввели в онлайн-режиме. В период пандемии наша библиотека представила в виртуальном формате книжную иллюстративную выставку «Мир отстояли, мир сохраним». Провели онлайн-конкурс в двух номинациях «Эссе» и «Выразительное чтение». В данном конкурсе приняли участие 312 человек. На конкурсе были прочитаны самые разные произведения кыргызской, советской поэзии и литературы. Невозможно было бы без слез служить пронзительные строки произведений, посвященные войне. Также Национальная библиотека Кыргызской республики имени Ау-Кулус-Монова на протяжении многих лет активно сотрудничает со всеми национальными библиотеками стран СНГ. Еще минутка. Участвует в международных акциях, таких как библиотеки «Свидетели победы», где представлены истории о человеческих судьбах, героизме и невообразимой отваге наших предков. Там представлена история нашего великого библиотекаря Зарифа Тургумбековича. Вы можете там прочитать. И в конце мне бы хотелось сказать, где бы ни находился советский человек на фронте в тылу врага свободу, а всюду и везде он делал все зависящее, чтобы приблизить победу. А мы, их потомки, должны помнить и хранить историю наших предков. В свое время Белинский сказал, у всякого народа есть своя история, а в истории свои критические моменты, по которым можно судить о силе и величии его духа. И разумеется, чем выше народ, тем грандиознее его история. Хотя наша страна и мала, она совершила свою историю, которую можно рассказать нашему поколению и гордиться силой своего народа. А сила нашего народа это в единстве. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Дина Екенинбековна. Наши следующие участники Атоев Мухаммадикбол и Мумдинович, начальник Центра образования и инновации национальной библиотеки Таджикистана и Бабахонов Якуб Джон Музафарович, заместитель начальника отдела автоматизации библиотечно-информационных процессов национальной библиотеки Таджикистана. Тема «Вклад библиотекарей Таджикистана в победу над фашизмом». Дорогие друзья, уважаемые коллеги, искренне приветствую вас из Таджикистана. Война во всех времен была причиной больших трагедий. С первых дней войны деятель науки и культуры Республики Таджикистан осознал всю опасность, нависшую над родиной. В этих дней из Республики Таджикистан на фронт ушли около 300 тысяч человек, из них более 100 тысяч не вернулись. Таджикистанцы участвовали на всех фронтах из Москвы до Берлина. Огромный вклад в победу внесли труженики тела. Много таджиков трудились на промышленных предприятиях, фабриках, заводах и на сельскохозяйственных полях. Таджикистан стал вторым домом для многих людей. В Республике было эвакуировано жители Ленинграда, Москвы, Минска, Киева и многих других городов. Уже к 42-м году на территории Таджикистана было развернуто 29 эвакуационных госпиталей. Одним из первых на помощь осужденному Ленинграду пришел Сталинабад, сегодняшняя столица Республики Таджикистан, город Душанбе. Родина оценила заслуга тружеников. Более 102 тысяч таджикистанцы были награждены медалями за доблестый труд в годы войны. За мужество и отвагу 56 тысяч посланников Таджикистана было награждены боевыми орденами и медалями. До начала войны началась проектная работа по строительству нового здания Центральной Библиотеки. Строительство нового здания должна была завершиться в 41-м году, но война прервала строительство. Начало войны внесло свои жесткие коррективы в повседневную деятельность главной Библиотеки Республики. В этот период Библиотекари Республики вместе со всеми другими внесли тяготые военные времена. Только из Центральной Библиотеки 10 сотрудников ушли на фронт, 45 сотрудников отправили на строительство дорог и военных пунктов. Многие сотрудники были мобилизованы и закончили курс инструкторов противовоздушной и химической обороны. Вся деятельность Библиотеки была направлена на выполнение призыва партии. Все для фронта, все для победы, как вы хорошо знаете. Таджики библиотекари являлись внештатными лекторами Центрального райкома партии, уоставшись на трудовом посту, выходных дней почти не было. С энтузиазмом работали, раненым бойцам книги принесли, принесились прямо в палатах, проводились политические беседы и обзоры художественной литературы. Библиотека сыграла большую роль в агитационной работе по мобилизации сил и средств народа для усиления фронта. государственная публичная библиотека приступила к составлению и публикации библиографических указателей литературы. Красная армия на сражи социалистических родин, фашизм враг культуры, таджики герои отечественной войны, героический труд колхозников Таджикистана и на другую политическую и историческую тематику. Помимо своей основной деятельности сотрудники библиотеки выступили перед трудящимися с лекциями, дежурили в госпиталях на призывных пунктах и доставляли книги рабочим промышленным предприятиям. Активное участие в этих мероприятиях принимала одна из девушек сотрудников библиотеки Талман. Она была политруком женского снайперского взвода. Другой активной сотрудницей была Саудатапа Икромова, которая проводила большую работу в госпиталях и активно участвовала в строительстве железной дороги и в Арзовской ГЭС. Уважаемые коллеги, из всех институтов бывшего СССР в Таджикистан было эвакуировано 33 профессора во глава с заменительным ученым Павловским. Они внесли огромный вклад в развитие медицинской науки. Эти специалисты были в тесной связи с коллективом государственной публичной библиотеки. В 44-е годы библиотека внесла литературу в освобожденном районе. Таким образом, таджикские библиотекари плечом к плечу работали и сражались против фашизма. Хочу подчеркнуть важную тему. После все душевный вклад на сегодняшние дни некоторые политики, историки и культурные деятели в кавичках пытаются монополизировать великую победу советского народа в пользу одного государства. Эти мысли противоречат принципам дружбы и исторические факты. Думаю, что сегодняшняя конференция сыграет большую роль в укреплении исторической справедливости. В конце доклада благодарю организаторов конференции за хорошую и четкую работу. Благодарю за внимание. Большое спасибо за выступление. А мы приглашаем Батирову Лолу Махмудовну, заместителя директора Ферганского областного информационно-библиотечного центра имени Ахмада Фергани. Тема доклада «Великая война, Великая победа. Библиотека как место памяти». Мужество, нескеваемая воля, благородное качество, проявленное народом Узбекистана в период Второй мировой войны, остаются высочайшим примером гуманизма и вечной памяти для последующих поколений. Увыковечение светлой памяти предков, отдавших своей жизни ради сегодняшней мирной и спокойной, свободной и благополучной жизни, достойное продолжение их благородных дел, неприходящая ценность, присущая нашему великодушному и благородному народу, для которого мир является великим благом. Сколько бы не прошло лет, прогрессивное человечество никогда не забудет эту жестокую и кровополитную Вторую мировую войну, ставшую причиной гибели миллионов людей во всем мире, принесшую немыслимые потери, горести и беды. Наш народ будет всегда помнить, что из около двух миллионов узбекистанцев, участвовавших в этой беспощадной войне, погибли более полумиллиона. Данный принцип также гармонизирует и сочетается с понятием память и почесть и полностью соответствует многовековым помыслам и устремлениям узбекского народа. Патриотическое духовно-нравственное воспитание молодежи всегда было и остается важнейшей задачей нашего общества. В настоящее время значимость этой работы еще более усиливается на фоне обостряющихся противоречий в современном мире. История любой библиотеки неотделима от истории края. Все события, происходящие в крае, отражаются в деятельности библиотеки. Ферганский областной информационно- библиотечный центр имени Ахмада Фергани был открыт в 1899 году как отдел народного музея, когда библиотечный фонд насчитывал 853 экземпляра книг, а читательская аудитория состояла только из городской интеллигенции. Сегодня Ферганский областной информационно- библиотечный центр имени Ахмада Фергани является одной из ведущих библиотек Узбекистана. Библиотека имеет универсальную коллекцию около 350 тысяч экземпляров, более чем на 50 языках и на различных носителях по всему миру. Каждый год в нашей библиотеке проводится рад духовно-просветительских и патриотических мероприятий, посвященные 9 мая, Дню памяти и почестей. Вот например у нас в секторе абонементе состоялся просмотр книжной фотовыставки «Память святодорг человек», посвященной 9 мая, а также в фойе библиотеки была организована фотовыставка посвященная этой дате на тему «Память вечна, достоинство свято». Вниманию читателя были представлены книги, подшивки газет, фотоиллюстрации, грампластинки с песнями военных лет. Наша библиотека тесно сотрудничает с Ферганским краеведческим музеем. Ими были предоставлены на нашу выставку экспонаты, посвященные памяти соотечественников, героически защищавших нашу страну, сражавшихся за ее свободу, независимость и мир ее народа. В преддверии праздника Дня памяти и почести в библиотеке состоялся литературный вечер. Были приглашены военные ветераны и гости в мероприятие приняли участие актеры драматистского театра. Показанная ими сцена по мотивам трилогии Саида Ахмада «Горизонт» вызвала шквал эмоций. Также учащихся 39-й общеобразовательной школы города Ферганэ выступили со своими номерами. Еще минутку. Еще у нас один проект 2019-2020 года совместно с областным управлением архивов Ферганской области и Ферганским областным советом союза молодежи Узбекистана и областным информационно-библиотечным центром к 75-летию победы Великой Отечественной войны был создан проект «Ми нинь бюй боба» «Мой великий дедушка». Этот проект предусматривает сбор фотографий, писем и других документов времен Второй мировой войны и хранение государственных архивов Ферганской области. В рамках этого проекта было успешно собрано более 20 тысяч фотографий, писем с войны и другой информации, касающихся 4495 участников Великой Отечественной войны. В годы Второй мировой войны Фергана было глубоким тылом. Здесь в 1949 году была сформирована 94-я отдельно узбекская стрелковая бригада, которая успешно вела борьбу против немецких оккупантов. Из города были мобилизованы и ушли добровольцами 28 896 человек. Они сражались за различные фронта Второй мировой войны. Из фронтовой зоны Ферганскую область было эвакуировано 26 промышленных предприятий и учреждений. Ферганская область открыла свои двери для эвакуированных. До 1 февраля 1942 года переселились 92 415 человек. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. В данное время в Ферганской области проживают 5 ветеранов. Это Кадыров Абдулладжон 97 лет Игам Кулов Кенджабой 97 лет, Ахмад Алиев Дадабой Муминов Орфджон 97 лет и Муминова Махстахон 96 лет. Мужество и благородство нашего народа получили призвание во всем мире и мы по праву гордимся этим. Формируется полный список имен почти двух миллионов узбекистанцев, участвовавших во Второй мировой войне. И на этой основе идет подготовка книги памяти самоотверженные сыновья и дочери Родины. С течением времени многое забывается таков закон жизни. Однако в этом мире есть одна и великая непреложная истина. Мужество и отвага во имя свободы Родины, мира и счастья будущих поколений навсегда остаются памяти народа. И у меня все. Просто листать. Спасибо за внимание. Большое спасибо за выступление. Следующий для нас выступит Аразбаева Сона, студент Камере Российского Технологического Университета. Тема доклада «Роль библиотек Туркмении в освещении фронтовых сводок для тружеников тыла». Добрый день всем. Спасибо за приглашение. Военно-политическое руководство Германии рассчитывая на стратегию молниеносной войны Блицкрига планировало захватить Москву в течение первых 10-12 недель войны. Наступательные боевые действия немецких войск в направлении города, известные как операция Тайфун, начались 30 сентября 1941 года. Но первый авианалет на столицу 220 самолетов был совершен гораздо раньше, в ночь на 22 июля 1941 года. Эвакуация 1941-1943 годов. Организованный вывод личного состава и имущества МГУ из предфронтовой Москвы Советского Союза. С ноября 1941 до июня 1942 года МГУ находился в Ашхабаде, Трухменской СССР. С августа 1942 года до мая 1943 года в Свердловске. МГУ заранее разработал план по спасению ценного имущества. Это учебники, научные, библиотечные и музейные. И произвел его разбор на группы, подлежащие либо вывозу, либо консервации в Москве. По августе на барже были отправлены в Хлавынск, Саратовская область, а затем в Кустанай, Казахстанская СССР. Около 5000 томов из собрания научной библиотеки. Остро состоял вопрос о ГАИШ, Государственный астрономический институт Штернберга, который находился в Пресненском районе, на горе, господствующей над трехгорной мануфактурой. Это местоположение с первых же дней бомбежек привлекало внимание врага. Все ближайшее окружение ГАИШ в июле чрезвычайно серьезно пострадало от фугасных и зажигательных бомб. Вследствие этого был поставлен вопрос о первоочередной эвакуации института, независимую от всего МГУ. Отъезд в Свердловск начался 6 октября и 7 ноября там была возобновлена подача ритмических сигналов точного времени. В конце сентября было решено увезти из Москвы наиболее крупных ученых, особенно престарелых. Около 90 человек из этой группы под руководством ректора Бутягина и его заместителем Филатова покинули город. Позже этот отъезд поставили Утягину в вину. К середине осени Москва стала настоящим прифронтовым городом. 15 октября 41 года правительством было принято постановление об эвакуации столицы СССР в Москве. Заводы, фабрики, предприятия, правительственные и учебные учреждения приступили к вывозу людей, ценностей и оборудования в заранее намеченные расположения, которые определил созданные при правительстве на третий день войны совет по эвакуации. В этот же день решением СНК СССР номер 14322SE пунктом назначения Московского университета был определен Ашхабад за планированной остановкой в Ташкенте Узбекской СССР. Обязанности ректора в Ашхабаде исполняли Филатов, а затем и Галкин. Эвакуация основного состава профессоров, преподавателей и их семей началась 16 октября. На эти цели были выделены три железнодорожных состава. Свыше тысячи сотрудников и студентов решились на пеший переход, шли группами или поодиночке. Большая их часть осела в районах по Волжье, в местах, куда были ранее с эшелонами эвакуированы семьи. В целом, эвакуация, проходившая в чрезвычайно сложной обстановке непрерывных военных тревог и воздушных налетов, затянулась на два месяца и закончилась к 1 января 1942 года, когда непосредственная угроза столицы фактически миновала, и немцы потерпели поражение в Битме под Москвой. Первый университетский эшелон пришел в Ашхабад 18 ноября. 300 студентов, 250 человек профессорско-предподавательского состава, в том числе 72 профессора, с семьями всего 800 человек. В ближайшее время ожидается прибытие еще 900 человек. По решению правительства в состав университета в Литмифле, Московский институт философии, литературы и истории имени Чернышевского, а это еще около 300 человек. Личный состав размещен в двух школах, клубе и общежитии педагогического института, профессорско-преподавательский состав в квартирах, отведенных горсоветом и в отдельном жилом доме из 28 комнат. До окончания строительства учебного корпуса занятия частично производятся на базе старого здания пединститута, частично в лабораториях сельскохозяйственного и медицинского института. В Ашхабаде представлены почти все кафедры университета, что дало возможность приступить к занятиям с 1 декабря. Однако университет и все лица не получают содержание со дня выезда из Москвы уже полтора-два месяца. Продажа профессорами и студентами личных вещей на толкучке и скудного скарба вывезенного с собой становится обычным явлением. Особенно тяжелое положение студенчества. Единственной поддержкой университета являются субсидии, выделенные правительством Туркменской и Узбекской республик. Всего около 140 тысяч рублей, которые тратились на организационно-хозяйственные нужды. Переезд из Ташкента в Ашхабад и на небольшие субсидии 100-200 рублей особо нуждающимся. Ректорат и партийная организация университета обращаются в правительство через специально посланного человека с просьбой срочно вмешаться в это нетерпящее отлагательство положения и дать срочное распоряжение о переводе в университет кредитов из докладной записки Филатова 10 декабря 1941 года. Несмотря на душный и жаркий климат, полуголодное безденежное существование, студенты и преподаватели продолжали учиться, до сельской работы. Местные условия внесли свои коррективы. Для студентов был введен курс сельскохозяйственной подготовки и весной 1942 года ребята работали трактористами, комбайнерами, рабочими прицепных машин на полях Туркмении. Претерпели существенные изменения и научные планы. Приоритет был отдан военной и оборонной тематике, а также направлением, связанным с конкретным экономическим, географическим регионом, его промышленностью, транспортом, сельским хозяйством, природными ресурсами и сырьем. В Ашхабаде себя особо проявили химики. Верховный совет Туркменской СССР наградил их почетной грамотой за образцовое выполнение правительственного задания по разработке технологического процесса производства свинцовых аккумуляторов на базе местного сырья ИОФа, Кличко, Гурвич. Кроме того, был разработан технологический процесс для строящегося содового завода в Ашхабаде. Налажено получение сахара из шулухи хлопка и щелочи из рассеяния Туркмени. Изучалось применение природного глинистого материала витанина для лечения гнойных ран физики. Ран физики Рейх, Рудель, Спивак сумели оборудовать стеклодувные мастерские, изготавлявшие тысячи приборов для госпиталей. Большую пользу принесли биологи Кудряшов, совершенствовал трамблин. Курсанов боролся с массовыми отравлениями людей и животных, вызванными плесневыми грибами. Завадовский успешно работал над проблемой увеличения поголовья ягня. Ученые Института почвоведения, геолога почвенного и географического факультета провели множество экспедиций по комплексному обследованию Копет-Дага, по изучению миграции промысловых рыб в районы верхнего и нижнего течения Мургава, Амудари, Наташауские озера, Коральскому и Каспийскому морям следили за поголовьем дикого осла в районе возвышенности Батхэйс. Члены университетского коллектива ввели активную политико-просветительскую Ирана. Отечественная война, навязанная нам Гитлеровской Германией, отрицательно сказалась на развитии культуры, направляя все силы на защиту Отечества. Советское государство не могло выделять достаточных средств на нужду культурно-просветительских учреждений. В начале период войны был ослаблен контроль местных партийных советских и общественных организаций за их работы. Ушли на фронт лучшие, наиболее опытные и квалифицированные работники, а люди, заменившие их, не имели форумами политической просветительной работы были читки газет, журналов, сообщения, софинформбюро, групповые и индивидуальные беседы на актуальные темы внутреннего и международного положения рабочих и колхозников. В свете новых задач перестроила свою работу Туркмецкая государственная республиканская библиотека имени Карла Маркса, организовавшая десятки книжных выставок, преимущественно на военные и общественно-политические темы, сотни рекомендательных списков литературы военно-оборонного характера. В 1941-1943 годах библиотека обслужила 279 из 4 тысяч человек и выдала им 675 экземпляров книг. В заключение хочу добавить, что культурно-просветительские учреждения Туркменистана в сложных и трудных условиях Отечественной войны проводили масштабную политико-просветительскую и культурно-массовую работу, направленную на разъяснение целей и задач освободительной войны советского народа, на воспитание трудящихся в духе пламенного советского патриотизма, на разгром фашистских захватчиков. Все, спасибо. Следующий наш участник Иванова Надежда Леонидовна, руководитель музея Романа Два капитана Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени Каверина. Тема на фронт и в тылу из опыта работы музея Романа Два капитана с темой Великой Отечественной войны. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рад вас всех здесь видеть. Это очень действительно важное событие. Пока мы вместе, исторической правде не грозит забвение. Потому как мы между собой на самом деле связаны очень крепко. Мы бы не достигли победы, если бы не были как один кулак. Сегодня несколько раз уже упоминалось имя Машук Маметовой. Она ведь свой подвиг совершила на Псковской многострадальной земле, которую фашисты заняли еще в июле. В 43-м году юная девушка совершила действительно такой грандиозный подвиг. И людям помогали выживать действительно и воевать. Книги. Я хочу вам рассказать на самом деле легендарной книге о романе «Два капитана». Я думаю, здесь нет людей, которые бы ее не читали. Есть такие? Поднимите честную руку. «Два капитана». Кто не читал? Нет. Нет. Будет, значит, подпочитать. Это на самом деле самая популярная книга Вениамина Каверина. Еще недавно не было в нашей стране, советской стране мальчишки, девчонки, которые бы эту книгу не читал. Около 100 переизданий на русском языке. Около 30 переводов на иностранные языки. Но сегодня приоритеты меняются для того, чтобы книга все так же продолжала быть популярной. Эта книга на самом деле очень интересна. 21 год назад был создан музей при детской областной библиотеке. Теперь это детская-юношеская библиотека, которая имя носит Каверина. Литературный музей. Это первый литературный музей, созданный при библиотеке. Один из немногих первых в стране. Но на самом деле роман был дописан до Великой Отечественной войны. Сегодня мы уже читаем, он состоит из двух частей, вторая часть как раз-таки посвящена теме Великой Отечественной войны. Но изначально роман вышел в 30-е годы, в 38-м и 39-м частями выходил журналь, в 40-м вышла книжная версия, полная книжная версия. И вторую часть Каверин хотел посвятить Арктике, арктическим приключениям главного героя Сани Григорьева. Но началась война и она внесла свои коррективы. На самом деле как только стали издаваться главы романа, он стал очень популярен и очень популярны и известны стали его герои Саня Григорьев и Иван Леонидович Татаринов. Сам Каверин с этой популярностью неожиданно для себя столкнулся во время начала блокады Ленинграда осени 41-го года. Ему поступает звонок из Ленинградского радиокомитета, а радио в Ленинграде играло огромную роль. Оно нужно было людям не меньше, чем хлеб, вода или боеприпасы. Его еще называли нитью жизни. И такой запрос. Мы хотим, чтобы Саня Григорьев выступил перед уходящими на фронт балтистами-комсомольцами с призывной речью бороться, не сдаваться, дать отпор фашистской гадине. Каверин удивился. И ответил, вы понимаете, это литературный персонаж. Да, есть прототип, он сражается на фронте, он летчик, но это все-таки литературный персонаж. Те сказали, ничего страшного, приезжайте сами и выступайте сами от имени Сани Григорьева. Но так достоверно, чтобы это звучало, будто бы телефон Сани можно найти в любой телефонной книге Ленинграда. Пришлось выступать. И на имя уже литературного героя Сани сыпались письма слушателей от уходящих людей на фронт, которые клялись Сани обязательно бороться с фашистскими захватчиками и обязательно победить. Ну, а книгу читали в блокадном Менинграде. Кажется, холод, голод, темно. Какая может быть мысль о чтении, о книге, но люди читали и ходили в библиотеки. И этому есть подтверждение. Перед вами оцифрованные страница из тетради библиографических запросов. Посмотрите, под номером 139 дата 20 декабря 41 года. Начинаются самые страшные времена для ленинградцев, оказавшихся в блокаде. Но они шли и читали и делали запросы. Запрос звучит так, критическая литература по роману «Два капитана». То есть билось, люди боролись и в блокадном Ленинграде, люди хотели быть такими же сильными, как герои книги, как Саня Григорьев, как Иван Лёш Татарин, отправившийся в неизведанную Арктику, и тоже боролся с холодом и голодом. Книгу читали на фронте. Вот перед вами один из экспонатов музея, здесь в открытке лётчик пишет о том, что читают «Два капитана», спасибо за то, что её прислали, она очень нравится. Мало того, что её читали лётчики, они многие утверждали, что знают Саню Григорьеву, воевали даже с ним в испанскую или на фронтах Великой Отечественной. Но самый удивительный экспонат в нашем музее первое книжное издание «Роман «Два капитана» 40-го года. Вот вы видите её, она такая потрёпанная, но не потому, что ей 83 года в этом году, просто у неё своя уникальная боевая судьба. Вот слушайтесь, она пролежала 68 лет на 6-метровой глубине в болотах Новгородской области. Болото её просто законсервировало. В 2010 году обнаружили её поисковики отряда «Демианс», когда подняли самолёт Ил-2, который пилотировал Михаил Гаврилов. Он был сбит 30 апреля 42-го года. И, видимо, эту книгу «Два капитана» он читал перед вылетом. Вот так она выглядела летом 2010-го года. Ещё была вторая книга «Опыт боевой авиации». И эту книгу читали, вы видите, вёлся список, сохранился записи чернилами, карандашом тех, кто её читал. И, видимо, последним, кто читал, был Гаврилов. Он положил её с собой, когда полетел карман комбинезона, когда полетел сбивать немецких лётчиков-асов. Но, к сожалению, слишком трудные противники ему встретились. И он сам был сбит и 68 лет находился в небытии, скажем так. И эта книга. Мы даже знаем, где он остановил своё чтение. Он загнул страничку, уголок странички, там, где Саня излечился от немоты, и тётя Даша его знает. Вот такая уникальная книга. Боевая книга. В нашем музее много интересных экспонатов, хотя он небольшой, повторюсь, он по библиотеке. Но, благодаря этим экспонатам можно рассказать интереснейшие истории. Судьбы фронтовых лётчиков. Самуила Клебанова, который стал главным прототипом для главного героя Сани Григорьева. Уникальный лётчик, который, к сожалению, погиб в 42-м году над Витебским аэродромом. Мало кто знает, а вот в двух капитанах об этом упоминается, что наши лётчики бомбили Берлин ещё в начале войны, в августе 41-го года. Возможно, есть такой намёк в романе, что Саня участвовал тоже в этих налётах на Берлин. Хотя Гитлер обещал, что ни одной бомбы не свалится на столицу Германии. Саня идёт на фронт, Каверин ведь пишет продолжение во время войны, сам он оказывается на Северном флоте, и вот эти свои вспоминания он дополняет второй части. Ну и Саня проходит, скажем так, все сложности фронтовой службы, а Катя все невзгоды блокадного Ленинграда. Здесь есть о чём говорить с детьми, много мероприятий у нас проводится, мы всех приглашаем в музей, приезжайте, я думаю, что вам есть ещё чему удивиться, это лишь небольшая толика, я уже и так задержалась. Спасибо вам большое за внимание, я надеюсь, что теперь точно никого не будет, кто не знает об этом романе. Большое спасибо, очень интересные материалы, факты. А мы приглашаем Званскую Евгению Владимировну, главного хранителя фонда в Брянской областной научной универсальной библиотеке имени Тютчева, тема доклада «Великая отечественная война в книгах, документах, судьбах» по материалам фонда редких и ценных изданий Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Тютчева и личных архивов сотрудников библиотеки. Добрый день, уважаемые участники форума, сердечный привет из Брянска, города воинской, партизанской трудовой славы. События Великой Отечественной войны уходят все дальше вглубь истории. Живых участников и очевидцев, кто мог бы рассказать о ней, становится все меньше и меньше. Однако память о ней не должна быть потеряна. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне является важнейшей задачей, которая стоит сегодня перед нашим обществом. История войны складывается из истории миллионов ее свидетелей, но большая часть этих историй еще не написана. Стихи истории участников Великой Отечественной войны начали писать, когда она еще шла. Они зафиксированы в изданиях тех лет. Коллекции книг, изданных в 1941-1945 годах, наверняка имеются во многих библиотеках стран СНГ. У нас она тоже есть, не очень большая, всего чуть более 300 экземпляров. Книги из этой коллекции мы бережно храним, экспонируем в традиционном виртуальном формате, изучаем, делаем обзоры и так далее. Но миллионы историй ветеранов войны мы рискуем потерять и забыть навсегда, и только от нас с вами зависит, будут они написаны или нет. Каждый из нас способен возложить на себя задачу написать истории своих родных и близких, живших в то время. Обращение к личному опыту людей, перенесших одно из самых страшных испытаний 20 века, является мощнейшим средством сохранения преемственности поколений. Но, увы, немногие из свидетелей войны оставили письменные воспоминания и мемуары. А спросить уже практически не у кого. Да и, откровенно говоря, они при жизни не очень любили рассказывать о тех тяжелых годах. Это я знаю из личного опыта, думаю, что у многих присутствующих он тоже имеется. И тогда к нам на помощь приходят документы, которые хранятся в домашних семейных архивах. При более глубоком изучении этих документов личного происхождения открываются ранее неизвестные факты в биографии того или иного героя или события в целом. Изучая документы, можно восстановить боевой путь участника Великой Отечественной войны. Очень многие не предполагают, что даже из незначительных на первый взгляд документов можно, потянув за эту ниточку, извлечь много важной информации. О таких вот бесценных сведений порой так много хранится в наших домах, но, к сожалению, и часто теряется. В 2020 году к 75-летию победы сотрудники Брянской областной научной библиотеки приступили к созданию электронного ресурса, направленного на сохранение памяти о наших родных и близких ветеранах Великой Отечественной войны, участниках боевых действий, тружениках тыла, блокадниках, узниках концлагерей, жителей оккупированных территорий и так далее. Мы назвали этот ресурс «Виртуальная выставка «Спасибо, родные за мирное небо», но, по сути, это биографическая база данных. На слайдах вы можете видеть примеры документов, предоставленных сотрудниками библиотеки для работы, для написания биографических справок мы использовали также и сведения из электронных баз данных, которые многим из вас знакомы, они перечислены на слайде. Используя собранные фотографии наших героев, к 9 мая 2020 года мы создали видеоряд, ставший такой медиа-альтернативой шествию «Бессмертного полка», который в тот год из-за пандемии в мае не состоялся. Ресурс состоит из нескольких тематических разделов, которые оформлены соответствующими теми изображениями и стихами. В каждом разделе в алфавитном порядке расположены персональные страницы наших героев. Вот они выглядят следующим образом. Фото, даты жизни, биографические сведения, электронные копии документов. К 9 мая 2020 года мы хотели устроить мемориальную экспозицию музейного формата, но помешала пандемия. Реализовать этот план удалось в сентябре этого года. Экспозиция открылась 17 сентября, тоже знаковую для нас дату, день освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков. На выставке были представлены книги, документы, письма, фотографии, личные вещи, которые помогают воссоздавать жизненный, боевой, трудовой путь участников и свидетелей войны, позволяют реконструировать события тех страшных лет и тем самым дают нам возможность мысленно прожить эти жизни, почувствовать сопричастность к ним и сохранить память о них. В общем, это был весьма позитивный и очень трогательный опыт. Электронный ресурс пополняется по мере выявления новой информации. В планах у нас изучить личные дела сотрудников библиотеки, бывших свидетелями событий военных лет и попытаться создать раздел, посвященный им. Музейную экспозицию мы намерены повторить к 80-летнему юбилею Победы, дополнив и расширив ее. Спасибо за внимание. Приглашаем для выступления комендантову Ольгу Макаровну, заместителя директора по основной деятельности Витебской областной библиотеки имени Ленина. Тема доклада «Ресурсные военно-патриотические проекты Витебской областной библиотеки». Спасибо. Витебская областная библиотека является крупнейшей библиотекой Витебского региона и традиционно демонстрирует весьма высокие показатели виртуальных посещений. За прошлый 2022 год они составили 2 миллиона 175 тысяч, что составляет на одно реальное посещение более 15 виртуальных. Это объясняется прежде всего высокой востребованностью ресурсов собственной генерации. Уважая строгий регламент, я останавливаюсь исключительно на ресурсах, созданных за два последних года. И учитывая, что все они находятся в свободном доступе, я не буду делать их обзор. Вы на свои глаза можете их оценить и с ними ознакомиться. Поэтому я останавливаюсь на тех моментах, которые не очевидны для виртуального пользователя. 2021 год был ознаменован созданием новых двух виртуальных проектов. Это освобождение Витебщины 1943-44 годы и библиотекарей Витебщины в борьбе за победу. Первый из упомянутых проектов стал, кстати, победителем республиканского конкурса, инициированного Министерством культуры в номинации «Лучший интерактивный проект областной библиотеки». Лонгрид по формату по своей сути это хронологическая летопись освобождения населенных пунктов Витебской области. Идея создания проекта это максимально полное погружение в микроисторию, историю человека, историю семьи, историю населенного пункта. От первого освобожденного 27 сентября 1943 года села Бригитполье Витебского района до последнего освобожденного 24 июня 1944 года села Странешки Брасловского района. Следующий проект, о котором несколько слов скажу, это также виртуальный проект библиотекари Витебщины в борьбе за победу. По сути это результат корпоративного творчества библиотекарей публичных библиотек Витебской области, где областная библиотека выступила в качестве агрегатора. И как раз этот проект это проект исключительно про микроисторию и микроисторический анализ. И это как раз про то, сколь несовершенно человеческая память, чем мы убедились работой над этим проектом. Эмоциональные воспоминания родственников участников войны зачастую не подтверждались документально, иногда они категорически опровергались документными источниками из фонда Государственного архива Витебской области, областного музея имени Героя Советского Союза Шмирева и других источников. Так как тема моего выступления обозначена достаточно широко, военно-патриотические проекты, то не могу не упомянуть еще два военно-патриотических проекта, не относящиеся к периоду Второй мировой войны. Это комбинированная база данных «Афганистан без права на забвение», проект, который реализуем мы в течение уже достаточно продолжительного периода, не двух лет, и совершенно новый проект, виртуальный проект, ресурсный проект, это «Витебщина войны» 1812 года. Упомяну, сразу оговорюсь, в связи с тем, что война имеет неоднозначный характер, который связан с тем, что различные слои населения принимали участие на сторонах противников белорусской историографии, эта война имеет нейтральное определение войны 1812 года без определения отечественной, отечественная одна. Что выделяет этот проект? Этот проект выделяет прежде всего достаточно мощная интерактивная часть, которая представлена библиокешингом, мобильным аудиогидом по местам боевой славы, и квест-путешествием «Витеб с глазами Наполеона», которая разработана на основе уникальной сюжетной линии 16-дневного пребывания французского императора в городе. Еще минутка. Два вывода, в завершении два вывода. Первое. При большом количестве тем для военно-патриотических проектов Великая Отечественная война была, остается и, вероятно, останется центральной темой их деятельности, деятельности библиотекарей, библиографов. Можно сказать, что это фокальная точка для нас. Второй вывод. Создание подобных ресурсов требует высокой исторической грамотности, потому что библиотекари несут огромную ответственность за те идеи, ценности и смыслы, которые они транслируют. И второй момент, который в связи с этим хочется упомянуть, создание подобных проектов невозможно без оперативного консультирования экспертов, историков, специалистов музеев и архивов. Без этих двух условий невозможно создать качественных проектов, библиотечных проектов и, прежде всего, проектов ресурсных. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Макаровна. Следующий у нас выступает Касанка Дмитрий Витальевич, методист отдела координации библиотечного взаимодействия президентской библиотеки имени Ельцина. Тема память о блокаде Ленинграда в цифровом собрании президентской библиотеки. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции. Ну, прежде всего, я бы хотел сказать несколько слов об изучении истории блокады Ленинграда. В первое послевоенное десятилетие блокада была, если не запретной, то крайне нежелательной для изучения темой. В Большой советской энциклопедии в 1951 году в статье Великая Отечественная война Советского Союза упоминалось, что, несмотря на голод и лишения, связанные с блокадой, непрерывными воздушными бомбардировками и артиллерийским обстрелом, доблестные защитники города, вдохновляемые Сталином, руководимые ленинградские партийные организации во главе с Ждановым отразили все атаки противника. Однако о том, какой ценой это было сделано, не сообщалось. Тем не менее, до 1949 года, до так называемого Ленинградского дела, в ходе которого были репрессированы ленинградские руководители и разгромлен Музей обороны и блокады Ленинграда за возвеличивание битвы за Ленинград, в городе вышел ряд изданий, посвященных истории обороны города. Эти публикации 1942-1947 годов доступны в цифровой коллекции обороны и блокады Ленинграда в президентской библиотеке, в состав которой также входят научные исследования, периодические издания, фотографии и источники личного происхождения, о которых я скажу далее. С конца 50-х годов началось осторожное, но последовательное научное изучение блокады. Наметились сюжеты, относящиеся к социальной истории. Выход в свет в 1979 году блокадной книги Олеси Адамовича и Даниила Гранина, публикация воспоминаний, блокадных дневников, способствовали развитию этого направления. Впервые представилась возможность приблизиться к пониманию того, что пережили в годы блокады ленинградцы. Но, несмотря на то, что за последние годы массив этих источников увеличился, практика показала, что в семейных архивах жителей блокадного Ленинграда все еще хранится множество документов блокады, неизвестных широкой общественности. Поэтому в 2019 году, в год 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президентская библиотека совместно с телеканалом «Санкт-Петербург», «Радио России», «Газета» и «Петербургский дневник» приступила к проекту, целью которого было оцифровать эти семейные блокадные архивы. В проекте приняло участие более 200 человек, которые передали в фонд библиотеке свыше 4 тысяч документов. Среди них 35 блокадных дневников, 850 писем, 95 воспоминаний, многочисленные личные документы, связанные с работой, учебой, военной службой, эвакуацией в годы блокады, а также фотографии и рисунки. Эти материалы размещены в открытом доступе на портале президентской библиотеки в уже упомянутой цифровой коллекции обороны и блокады Ленинграда, а также память о Великой Победе. Однако важно стараться популяризировать эти материалы и вводить их в научный оборот. С этой целью документы были использованы в 2019 году при работе над серией документальных передач телеканала «Санкт-Петербург» «Дневник блокады». В том же юбилейном году в газете «Петербургский дневник» был опубликован цикл статей, основанной на личных историях жителей осажденного города. В 2020 году по приглашению в библиотеки иностранной литературы имени Радумино для проекта библиотеки «Свидетели Победы» были подготовлены истории жительницы блокадного Ленинграда Зинаиды Аркадиной Иткиной в те годы, ученицы начальной школы, и 17-летнего ленинградца, участника штурма Берлина, Бориса Иосифовича Лермана. Зинаида Аркадиной нам также удалось записать интервью. Из большого комплекса блокадных писем был отобран архив семьи Гарб, насчитывающий 145 писем для размещения в 2020 году на сайте проекта АО «Москва-Медиа» «Письма Победы». Месяц назад на конференции, посвященной блокадному быту, которую проводила Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского, на основе этих 145 писем был также представлен доклад об истории быта блокадной семьи. В январе президентская библиотека выступила информационным партнером проекта правительства Ленинградской области «Прорыв 80», приуроченного к юбилею «Прорывы блокады», предоставив цитаты из писем, дневников и воспоминаний жителей блокадного города, которые участники проекта зачитывали на видео и размещали в социальных сетях. Еще минутка. К сожалению, за неимением времени невозможно рассказать обо всех уникальных блокадных материалах. Упомяну лишь 70 писем офицера-подводника Балтийского флота Гонстантина Матвеевича Максимова, который он отправлял своей жене в эвакуацию вплоть до своего последнего боевого похода в мае 43-го года, в ходе которого он погиб. Эмоциональный дневник, который после войны читал уже упоминавшийся сегодня писатель Вениамин Каверин, авторство 27-летнего блокадника Юрия Давидовича Хазанова, скончавшегося от истощения в феврале 42-го года в эвакуации. Блокадная фотография, очень абсолютно уникальный исторический источник, сделанная в блокадной квартире и переданная нам ребенком блокадного Ленинграда Султан Гали, доктор Гали Абдульвалеевым. Зарисовки обитателей стационара завода Пролетарий, выполненные художником-любителем, изобретателем Иваном Дорушевым и многие другие материалы. Безусловно, источники личного происхождения имеют свои источниковические особенности, которые необходимо учитывать при работе с ними, однако этот уникальный материал значительно обогащает наше представление о жизни людей, оказавшихся в блокадном кольце. И наша общая задача, учитывая накопленный за предшествующие годы опыт научного изучения блокады, органично вписать эти новые знания в картину истории блокады Ленинграда. Большое спасибо за внимание. Спасибо за выступление, сохранение уникальных материалов. А мы приглашаем Щерба Светлану Эдуардовну, заместителя директора Борисовской центральной районной библиотеки имени Колодеева. Тема доклада «Есть одна на карте точка. Мой Борисов. Региональный мультимедийный межведомственный проект». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю город Борисов, Минской области, Республики Беларусь. Объявленный 2022 год, годом исторической памяти, в Беларуси призвал каждого уделить особое внимание патриотической составляющей жизни общества. Мы решили посмотреть на историю родной Борисовщины более пристально и разработать патриотический проект, который будет интересен своей интерактивностью прежде всего молодежи и подрастающему поколению. Начало работы над проектом ноябрь 2021 года. Первые три месяца сотрудники Крывеческого центра и сектора автоматизации электронного каталога работали над отбором, анализом и оцифровкой документов по истории Борисовского региона. Временной охват 60-е годы 20-го века, начало нулевых. Первый этап – это работа с полнотекстовой фактографической базой данных улицы Борисова. Постепенно она принимает форму познавательного, патриотического интернет-ресурса. Основная задача, которую поставила перед собой команда проекта – сохранение исторической памяти о родном крае и популяризации города Борисова среди широкого круга интернет-пользователей. Формировалась база на основе печатных, архивных и фотоматериалов краеведческого характера, а также информационных источников о личностях, именем которых названы улицы города. Ресурс включает персональные, фотографии, информацию о происхождении улиц, названные, например, через какого-либо события или производство. Например, у нас есть улица войны 1812 года. QR-код, к сожалению, по техническим причинам пока не работает. Сайт переводим на новый хостинг, но чуть позже вы сможете посетить этот баннер улицы Борисова и познакомиться с базой данных. Для примера, здесь моя родная улица, одна из маленьких улиц города, улица Каминского, она чуть больше 200 метров. Вот так выглядит часть базы данных. Ресурс состоит из трех основных разделов. Основной, достопримечательности и поиск по алфавиту. В разделе достопримечательности есть интерактивная карта, полный список памятников и объектов с фото. С поступлением новой информации разделы дополняются, корректируются. Ресурс важен не только для борисовчан, но и для туристов, который подскажет, какие памятные места находятся рядом с ним. Следующая база, которая также включена в этот проект, это полнотекстовая фактографическая база данных деревни Борисовщины, сожженная в годы Великой Отечественной войны. Она включает 130 названий населенных пунктов Борисовского региона. Забашевка, Любча, Броды, это сестра Хатыни, жизнь которых в годы войны навсегда застыла в пепле. Здесь никогда не зазвучит детский смех, не заскрипит колодезный журавль, не почувствуется запах свежескошенной травы и свежеиспеченного хлеба. И мы помним об этом. Данный ресурс построен также по алфавитному принципу, содержит иллюстративные материалы, формируется и пополняется на основе данных, предоставленных Национальным архивом Республики Беларусь, карт сгоревших деревень на территории современного Борисовского района. Хочу сказать, что жители Борисовского региона также активно участвуют в пополнении данных ресурсов личными архивами, то есть мы не только с какими-то официальными организациями, учреждениями работаем. И на YouTube-канале нашей библиотеки размещен такой презентационный ролик, который записали наши сотрудники. Важные патриотические ресурсы заработали сразу же после их создания. 5 мая прошла первая мемориальная конференция, где состоялась официальная презентация проекта под патронажем депутата Палаты представителей. Здесь у нас и Национальный архив присутствовал, и исторический музей. И на фотографии наш молодой специалист, который технически занимается базами данных, Ярослав Мержинский, вот он демонстрирует, как работают базы данных. Еще минутка. Значит, на открытых площадках мы рассказываем, на диалоговых площадках в учреждениях и на предприятиях города приглашают наших специалистов в качестве визитирующих спикеров рассказать об этом проекте. Сайты учреждений образования нас цитируют, здесь города тоже знакомим наших жителей, сайты учреждений образования, на вебинарах говорим со своими коллегами. И нас цитируют средства массовой информации, это значительный инфоповод. Многочисленные сюжеты на телевидении, это помогает наш поддерживать диалог с аудиторией. И значимым событием 23-го года, начало 23-го года, это стала победа в республиканском конкурсе на лучший культурный проект патриотической тематики. Мы представили его в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и получили награду из рук министра культуры Республики Беларусь Анатолия Маркевича. Работа по развитию проекта продолжается в планах создания интерактивных модулей, квестов, подкастов и других форм привлечения внимания к истории нашего региона. Благодарю за внимание. Спасибо, Светлана Эдуардовна. В следующем у нас выступает Костюк Юлия Александровна, ученый-секретарь Могилевской областной библиотеки имени Ленина. И тема «Региональная цифровая коллекция ресурсов о Великой Отечественной войне как средство сохранения исторической памяти». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Исходя из того, что каналы информации всегда были и остаются мощным инструментом идеологического воздействия на население, а сегодня наиболее востребованными из них, особенно в молодежной среде, являются многочисленные интернет, источники контент, которых не всегда достоверен, а иногда и целенаправленно искажен, инструментом сохранения памяти о Великой Отечественной войне нами был выбран веб-ресурс. За последнее десятилетие нами проведена колоссальная работа по изучению военной истории Могилевской области, в результате которой создан большой комплекс электронных ресурсов. Все они систематизированы и представлены на интернет-портале «Через войну, сквозь память, через судьбы». По сути, данная онлайн-платформа является путеводителем по коллекции краеведческих медиаресурсов нашей библиотеки о войне и предоставляет к ним свободный доступ. Цифровой контент освещает события военных лет в нашем регионе, интерактивные ссылки на все ресурсы снабжены краткими аннотациями, которые раскрывают их содержание. Основу собрания составляют три краеведческие базы данных, и первая из них – это военно-патриотический проект «Война лишила их юности». Ресурс знакомит с молодыми защитниками Могилевской области, которым, сражаясь наравне со взрослыми, суждено было стать настоящими героями войны. Представлены трагические судьбы и подвиги 36 отважных подростков, которыми надо гордиться, и на примерах которых необходимо воспитывать молодое поколение. 27 юных патриотов не дожили до победы, из них 11 получили звание Героя Советского Союза посмертно. Вторая база данных «Улицы героев» рассказывает о 73 участниках войны, имена которых носят бульвары, улицы и переулки города Могилева. Информация о каждой персоналии представлена биографической справкой и дополнительными источниками. Ну и ключевое место в коллекции занимает корпоративная мемориальная база данных «Живая память поколений», которая вызвала большой резонанс в СМИ и интерес у интернет-пользователей не только Беларуси. Учитывая тот факт, что воспоминания являются бесценными первоисточниками о Великой Отечественной войне, и с каждым годом ее живых свидетелей становится все меньше, нами было принято актуализировать и ретранслировать эти уникальные знания. Таким образом, основы ресурса составляют воспоминания более тысячи ветеранов войны и очевидцев, жителей Могилевской области, а также участников ее обороны и освобождения. Главными источниками информации послужили уникальные коллекции неопубликованных краеведческих документов, которые долгие годы по крупицам собирались и хранились в библиотеках всей Могилевской области. Ресурс состоит из пяти разделов. Раздел «Я помню» содержит текстовые версии воспоминаний. Страница каждой персонали включает воспоминания, биографию, фотографии, копии военных документов и статьи из СМИ, если таковые были. Разделы «Голоса войны и лица победы» предоставляют возможность прослушать аудиозаписи и просмотреть видео с воспоминаниями ветеранов, записанные библиотекарем при личных беседах. Уникальная коллекция писем, которые летели из разных фронтов на Малую Родину своих отправителей Могилевщину, представлена в разделе «Полевая почта». Ну и раздел «Потонки о войне» — это дань уважения дедам и прадедам от современного подрастающего поколения, которые поделились воспоминаниями своих родственников о войне и высказали отношение к проблеме войны и мира через свое творчество. Важность и актуальность базы подчеркивают размещение ее баннера на официальном сайте Могилевского областного исполнительного комитета. Ресурс имеет уже более 17 тысяч просмотров из 55 стран мира и является неотъемлемой частью единого информационного интернет-пространства о Великой Отечественной войне. Формированием данного контента, безусловно, занимаются не только библиотеки, но и ряд заинтересованных в сохранении исторической правды госучреждений и организаций Республики Беларусь. Ведь наша страна полностью оказалась оккупированной немецкими войсками и, как никакая другая, серьезно пострадала и понесла огромные материальные и человеческие потери. Прямым доказательством того, что работаем мы в нужном и правильном направлении, стало то, что периодически к нам обращаются люди с просьбой разместись в базе воспоминаний своих родственников. И стоит отметить, что это жители не только Могилевской области и не только Беларуси, а и Российской Федерации, что нам, как ее создателям, это очень приятно. Но и это неудивительно, так как Великая Отечественная война по-прежнему остается центральным эпизодом коллективной памяти как россиян, так и белорусов, тем событием, которое объединяет наши народы. Ну и вдвойне приятно то, и это, безусловно, придает нам стимул в работе, что наши кровические интернет-проекты, среди которых и мемориальная база данных, «Живая память поколений» оценены на самом высоком уровне, удостойны специальной премии президента Республики Беларусь. И в заключение я хочу подчеркнуть, что главным инструментом разрушения любого государства является манипуляция его историческим и национальным самосознанием. Поэтому в целях нет опущения и искажения исторической правды. Миссия библиотек как основных держателей огромных массивов авторитетных документальных источников сегодня заключается в том, чтобы доносить до населения достоверную информацию об историческом прошлом, сохранять региональное историко-культурное наследие и содействовать воспитанию патриотично настроенных молодых граждан. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Наш следующий участник – Камилова Саадат Эргашевна, руководитель научно-методической службы Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навой. Тема доклада – роль Национальной библиотеки Узбекистана в сохранении пропаганды исторической памяти для будущего поколения. Здравствуйте, дорогие коллеги, участники Международного форума. Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навой является одной из старейших библиотек страны. Библиотека является главным хранителем библиотечного фонда. Ее роль чрезвычайно важна в сохранении исторической памяти, ее изучении и передаче ее следующим поколениям. К началу Второй мировой войны библиотека стала крупнейшим книгрохранилищем Средней Азии, насчитывающим свыше 1 млн. 246 561 печатных единиц на 75 языках народов мира. Необычно возросло в военные годы количество читателей. За 4 года войны 45 тысяч читателей. Количество выданных книг возросло в сравнении с предвоенными годами с 1 млн. до 1 млн. 500 тысяч. В годы войны в залах библиотеки работали академики Струви Филатов, Жермунский, Якубовский, Пиксанов, писатели Толстой, Вирта, работники искусств, заслушанные деятели искусств Гнесин, профессор Беляев, композитор Богословский, народные артисты СССР Ершов и многие другие, эвакуированные в Ташкент. Информационно-библиотечные ресурсы Национальной библиотеки связаны с историей Великой Отечественной войны представлены в виде книг, 536 экземпляров, фронтовых газет, 110 наименований, 550 переплетов фронтовых газет, плакаты, 85 единиц хранения, карт военно-исторической тематики, 10 единиц хранений и нотно-музыкальных изданий военно-жанровой тематики, 250 единиц хранения. На основе указов и постановления президента Республики Узбекистан идей и мнений, высказанных на торжествах, посвященных Дню памяти и почести, в 2020 году впервые была издана книга-альбом «Вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом». В 21-22 годах также были изданы книги-альбомы под названием «Узбекистан в годы Второй мировой войны», посвященные 75-летию славной победы. Большой вклад в собирание информации на актуальную тему внесла Национальная библиотека Узбекистана имени Альшера Новои. Сотрудники главной библиотеки страны внесли свою лепту в пропаганду документов, касающихся Второй мировой войны. Один из шагов в этом направлении является создание ретроспективного библиографического указателя «Узбекистан в годы Второй мировой войны», выпуск которого был приурочен к 75-летию победы. Данный указатель был издан в полиграфии Национальной библиотеки Узбекистана. Хотелось бы подробнее остановиться на этом указателе. Указатель составлен на основе информационно-библиотечных ресурсов Фонда Национальной библиотеки, 14 информационно-библиотечных центров республики, а также летопись в печати Республики Узбекистан. Данное пособие является дополнением к литературному указателю «История Узбекистана в годы Великой Отечественной войны». Библиографический указатель составлен на трех языках на узбекском, русском и на каракалпахском языках и состоит из 18 разделов. Это разделы, такие как «Официальные документы о Второй мировой войне», «Общие вопросы Второй мировой войны», «Военная мобилизация на фронт», «Мужество узбеков на фронте». На данном слайде вы можете познакомиться с этими разделами. И этот указатель у нас поставлен на официальном сайте. В конце данного указателя имеется указатель имен на русском и узбекских языках. Аналогические указатели по данной тематике были также составлены и в областных информационно-библиотечных центрах республики. Например, специалистами Джизакского информационно-библиотечного центра был составлен библиографический указатель на тему «Джизак в годы Второй мировой войны». Сотрудниками Андижанского информационно-библиотечного центра был выпущен библиографический справочник на тему «Герои андижанцев Второй мировой войны». А библиографы информационно-библиотечного центра республики Каракалпахстан представили библиографическое пособие под названием «О Второй мировой войне». Еще минутка. Большой популярностью среди читателей обрел онлайн-проект под названием «Вечная память», созданный сотрудниками информационно-библиотечного центра Белем города Ташкента. Несомненно, большую роль формирования исторической памяти наряду с библиотеками играют и музеи. Хочу рассказать о нескольких интересных музеях, которые расположены в разных регионах нашей большой Родины. В первую очередь это музей славы. К 75-летию победы над фашизмом в столице Узбекистана в 2020 году был открыт музей славы, созданный в Парке Победы. В 1996 году по случаю с 50-летия Победы Великой Отечественной войны в УВД Бухарской области был открыт мемориальный музей. Это видео можете запустить. В этом музее специалисты информационно-библиотечного центра имени Абу Али Бенсино в Бухарской области были представлены большое количество материалов, книг и фотоальбомов военных лет. Специалистами информационно-библиотечного центра имени Адипа Сабира Термези в Суркандарийской области совместно с Суркандарийским русским культурным центром был организован музей боевой славы, в котором была собрана информация о воинах-суркандарийцах, сражавшихся на фронтах той жестокой войны. В конце своего доклада позвольте отметить, что страница живой памяти нашего народа о его великом вкладе и освобождении человечества от фашизма, его немеркнущей славе, несокрушимой воле и стойкости призывает нас жить с чувством благодарности за наш сегодняшний день и за нашу счастливую жизнь. Спасибо за внимание. Спасибо, солдат Иргашвина. И последний у нас докладчик Брук Максимилиан Сергеевич, ведущий библиографии информационно-библиографического отдела Российской национальной библиотеки, тема документов Великой Отечественной войны, правовых базовых данных Российской национальной библиотеки. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы, деятели культуры, несем ответственность за духовное состояние общества, за отношение к прошлому нашего народа, без которого нет преемственности поколений, сохранение его идентичности. Начавшаяся 22 июня 1941 года война с фашистской Германией и последовавшая затем 900-дневная блокада Ленинграда, величайшей бедой остались навсегда в истории нашего города. В Российской национальной библиотеке регулярно проводятся мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. С начала войны Российская национальная библиотека не прекращала свою деятельность. В первые месяцы войны более 50 сотрудников ушли в ряды Красной Армии и Народное ополчение. 138 человек погибло в страшную зиму 1941-1942 год. Число оставшихся в библиотеке работников сократилось по сравнению с довоенным временем в несколько раз. Составило около 200 человек. На их долю выпал огромный объем работ, проводимых в тяжелых условиях. Но во все военные блокадные дни библиотека не прекращала обслуживание читателей. В эти тяжелые годы библиотеку возглавляла единственная в истории публичной библиотеки директор женщины Елена Филипповна Егоренкова, про которую уже упоминалось ранее в фильме. Российская национальная библиотека за годы войны выдала более полумиллиона книг. Это сейчас у нас теплые читальные залы с хорошим освещением и удобными стульями. А в годы войны не было ни электричества, ни воды. Люди ходили голодные. Сохранились также дневники сотрудников библиотеки, где они описывали ужасы, происходившие в то время. В этом году, ко дню снятия блокады, были открыты сразу три выставки, посвященные дню полного освобождения города от фашистской блокады. В одной из экспозиций представлен план Ленинграда. Он был издан в Берлине. Схему использовали немецкие летчики во время авианалетов. Также были представлены брошюры и справочники, изданные в Ленинграде, помогающие людям выжить в условиях блокадного города. Другая экспозиция носила название «Братские народы за годы войны в обороне Ленинграда». Любой отдел Российской национальной библиотеки может рассказать что-то свое о Великой Отечественной войне. Но поскольку я являюсь сотрудником информационно-библиографического отдела, то было бы правильно раскрыть специфику своего департамента и рассказать, какие документы Великой Отечественной войны есть у нас. Как я уже сказал, мы являемся частью большого информационно-библиографического отдела, где наш центр отвечает за государственную и официальную документацию. В нашем отделе представлены три официально-справочно-правовых базы «Консультант Плюс», «Гарант» и «Кодекс». Плюс мы находимся в партнерских отношениях с Федеральной службой охраны Российской Федерации, которая предоставляет нам базу законодательства России. Если коротко, данные базы представляют собой большую библиотеку законов, кодексов, приказов и других документов в последней редакции. Помимо современных законов, в этих базах находятся официальные документы времен СССР, в том числе Великой Отечественной войны, которые могут представлять интерес не только для специалистов, но и для более широкого круга лиц, в том числе для школьника или студента. Кроме того, база данных постоянно пополняется новыми документами времен СССР. Также нельзя обойти вниманием электронный путеводитель по праву экономики на нашем ресурсе, в котором помимо путеводителя по различным правовым и экономическим интернет-ресурсам есть электронный путеводитель периодические издания по праву экономики. Проект является частью проекта Российской Национальной Библиотеки по созданию универсального электронного путеводителя по справочным библиографическим ресурсам. Цель путеводителя – предоставить удаленному пользователю в наглядной структурированной форме справочную информацию о периодических изданиях, газетах, журналах по праву экономики, хранящихся в фондах Российской Национальной Библиотеки. Путеводитель ставит перед собой задачу максимально полно охватить перечень российских изданий. Особенность путеводителя – это использование современных технологий и опыта библиографов. Путеводитель состоит из трех подразделов – издания Российской Империи, в том числе Российского Царства, издания Российской Республики и издания СССР. Во время войны также выходили экономико-правовые газеты, в их числе ведомости Верховного Совета СССР, «Известия», «Красная звезда», газеты по праву экономики выполняют важную роль проводников прошлого и помогают всем заинтересованным владеть информацией, связанной с историей развития права в государстве. Спасибо. Большое спасибо за доклад. Коллеги, это было наше финальное выступление на сегодня. Большое спасибо всем за плодотворную работу, интересные доклады и представленные уникальные материалы. Наша конференция и деловая часть на сегодня завершена. Не завершена. У нас еще один видеоролик, да? Хорошо, мы посмотрим видеоролик от Динары Дусинбаевой. Давайте, у нас еще есть, в принципе, несколько минут на него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 разработок в сердцах и книгах «Память о войне». Ну а на сегодня наша деловая часть теперь уже точно завершена.